Так, задаем вопрос Ревас Ревазовичу. Ну, слушайте, хватит, люблю прямолинейный Детри Вас Ревазовича. А у вас, кстати, там был вопрос тоже от Натальи Кондаковой, от неутомимых, Мастина. Так, сейчас я зачитаю. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, на чём сейчас надо акцентировать основное внимание в племенном разведении Мастина-Наполитана при осуществлении отбора в щенках и подбора пары? Прошу вас более подробно высказаться по вопросам глаз, посадка и форма, форме головы, зубной формули, а также функциональности и характера, то есть о предназначении собак Мастина-Наполитана указано в стандарте, как торжевая и охранная собака. Ну, вы сами всё ответили. Своим же вопросом. Собака должна уметь двигаться полноценно, не должна быть инвалидом, не должно быть столько кожи, чтобы собака просто производила впечатление инвалида, больного животного. Ну, может быть, конечно, часто бывают сильно пахучие они из-за того, что много складок. Может, отпугивает врага, охраняет таким способом, я не знаю. Но собаку должно быть приятно всё-таки трогать на выставке, а не чтобы запах от неё шёл такой, чтобы на повал валит. Глаза чётко прописаны в стандарте, какие должны быть. Так, ещё. Никаких не должно быть болезней, но в любом случае. Обращайте внимание на тип, в первую очередь, потому что очень часто сейчас идёт потеря костика абсолютно. Очень много собак на коне корса перепутаешь часто. А голова форма тоже, чтобы не было круглого черепа. Череп должен абсолютно плоский. Поэтому, чтобы никогда не напоминало бородовского дуга. И тут тот же вопрос. А что потянет за собой разведение чрезмерно длинное бедро у крупной породы? Да. А зачем ей нужно длинное бедро? Нет, ну в смысле, какие проблемы в разведении потянут? Движение. Движение. Реват Ревазович, вот это всё то же самое, того же самого абонента. Как вы считаете, следствием чего является пролапс стальной железы и блефоропластика в породе мастины? Есть ли взаимосвязь с избыточной сыростью? Какие проблемы здоровья и к стереи тянуты с собой? То есть, выточная сырость. Вот это и тянет. Вы сами ответили. И не надо подрезать веки. Вон в шарпее 80% все с резанными веками ходят. Они, правда, считают, что не хирургическое место, так как сделаны скобы. То есть, не прошито. А скоба и нитка разница. Ну вот, вот тут люди пишут, Владимир Восток не спит. Слушайте, а сколько у вас времени, уважаемый Владимир Восток? Плюс, плюс 7 часов. Можно я не только посчитать. Это уж прям какой-то вообще полуб... Да, Хабаровск тоже. О, ужас. Бедненький. Пишет Наталья Юрьевна Потехина. Чем длиннее бедро, тем короче голень. Не всегда, а бывает и голень длинная, и бедро длинное. И собака идет на собаках. Ну вообще, да, как будто. И часто происходит у него, так что, Наталья. Такая собака вообще, мне кажется, практически не идет. Комсомоль, а у вас сколько времени? Вот видите, что творится? Боже мой, вообще спите когда-нибудь. Так, нет ли фото бедра в Тюмени 19-го, это ладно. Вопрос был про крупные породы. Ну да. Зачем? Представьте, что оно гораздо ниже коленный сустав, чем локоть. Проведите параллелью, видите, что это такое. Длинное бедро. Так, Реваст Ревазович, вопрос такой. Если сука родила не через 300 дней между родами, а, например, через 280 или 290, можно ли вязать в следующий раз суку, не выдерживая год между вязками? Сука течет один раз в год. Все написано в положении. Это будет нарушение племенного положения. Поэтому вы можете заранее, если у вас такая проблема, писать племенную комиссию. Если разрешать будете вязать, не разрешать, значит, будете ждать. Так, не вопрос, а некое предложение. Кстати, в научных конференциях к заводчику организаторы выдавали сертификаты заводчиков. Можно было бы для таких вебинаров электронные сертификаты придумать? Это я отвечу. Ну, знаете что? Вот у нас тут есть люди, которые активны на каждом вебинаре, да, и мы видим, что у них не просто включен телефон или какой-то другой агрегат, а они все слушают и задают вопросы. Ну, это да. А так мы не знаем, аккаунт подключен, а что человек в это время делает, жарит котлеты или нас слушает, мы же не знаем. Поэтому что-то я как-то сомневаюсь насчет сертификатов. Ну, ладно, подумаем. Почему у доберманов доступ, допуск к разведению Т1, когда они перестали быть служебной породой? Куда убрали проверки рабочих качеств? Печально для породы. Их убрали из служебных пород в 1972 году, в 1972 году решением ЦК ДОСАП и СССР. Перевели в любительский собака-компаньон. То есть, если у собаки нет в нашей системе обязательного рабочего теста, то значит, мы обязательным для них делаем Т1, а для отборного разведения им все равно рабочий нужен. Да, обязательно. Для отборного им нужно, чтобы гранд-чемпиона. Гранд-чемпион, он может получить, соответственно, и рабочий сертификат обязательно. Всем собакам, рожденным, начиная с 01-01-2020 и относящийся к мелким породам, для допуска племенного разведения требуется выставочное описание, подробное описание поведения или прохождение племенного смотра с подробным описанием поведения. Как данное описание будет действовать? Будет ли какая-то памятка для работы в ринге? Какие собаки после описания не будут допускаться в разведение? Если собака нетипично себя ведет, кусает или проявляет трусость. Патологическую. Знаю, что многие кеннел-клубы обратились к своим членам ограничения вязок в этом пандемийном году. Ожидает ли такую рекомендацию в этом году? Ваше мнение по этому поводу? Я бы попросил бы ограничиться, но учитывая количество писем, которые я за три дня получил, более 600 с вязками у собак, у которых нет оценок, то я думаю, что это бесполезно. Могу дополнить. Вы анализируете, оцениваете свои силы и свои возможности. Не надо вязать собаку, если вы, допустим, не уверены в завтрашнем дне, не уверены, что можете достойно выкормить этих щенков. Или что вы не уверены, что вы найдете для них руки с учетом того, что границы неизвестны, когда откроют. Ну, вот какие-то вот эти вещи, если вы сами знаете, что у вас все получится, ну, как бы это варше решение. Так, сертификаты для тех, кто задавал вопросы. Вопросы, знаете, тоже разные. Здравствуйте. Вопрос скорее процессуальный по новому положению относительно регистрации питомника. По новому положению, приложение 3, порядок регистрации питомника. Появилось новое понятие. Ведомственные питомники. Я так поняла, что оно схоже с племенным питомником. Нет. Из старого положения, которое также регистрировалось с юрлицом. Но в прошлом положении... Это и есть ведомственный питомник, это юрлицо, имеющее. Это войсковые части, это МВД питомники, которые разводят собаку. Но в прошлом положении к юридическому лицу был более широкий список требований для регистрации, например, таких, как штатный сотрудник за техническим ветеринарным образованием, которые в новом положении отсутствуют. А у них там в ведомственных питомниках они сами требуют, их не может не быть. У них сотрудники работают кинологами, профессионалы, профессиональные кинологи, которые заканчивают и в штатном расписании находятся. Ревас Ревасович, в племенном положении прописано о вязках тесного инбридинга 2-2, а на вязке близкого 2-2 между полусипсами тоже заявление писать на разрешение? Вы просите. Да. А подробнее? Написано 2-2? Не хотите пояснить разницу между тесным, близким и 2-2 полными сипсами и полусипсами? Нет. 2-2 указано? Да. Полусипсы 2-2 получается? Ну и все. А что бречь тогда? Среди степени бридинга 2-2. Свидетельство о происхождении с отметкой отборное разведение. Это вообще для чего нужно? Простите, если вопрос наивный. Просто никогда раньше протокол не вышел. Это давайте. Говорите. Я вообще тоже кое-что умею сказать. Отборное разведение это собака, которая произведена, собака, предки, которые прошли полный отбор в соответствии с стандартам и требованиям породного клуба. Породного клуба именно данной породы прошла все тесты, все необходимые дрессировки, все генетические тесты, если ей это требуется в данной породе. И это есть отборное разведение. Для чего это нужно? Я вам могу сказать коротко. Это мы хотим показать, что бы мы хотели, как бы оно было. Вот. То, что мы не можем это требовать. Но вот что там... И, значит, вы недавно в собаководстве, так как это было по 2010 год, были розового цвета родословные, все были оливковые, а отборные были розового цвета для немецкой овчарки, для ряда пород, которые выполняли отборное разведение. Для овчарки был достаточный керл, тогда не было еще генетических паспортов и всего. У нас есть, да, но дальше вопрос дочитаю. Карина Шавати, добрый день. Есть ли у нас, как и в Европе, возможность вязки одной суки несколькими кобелями при обязательно в дальнейшем тесты на родителей? Когда у нас будет обычная практика задачи материала на щенка для определения родителей? Очень много подвязов началось в породе салюки, породой тазы. Подмена родителей стала тоже обычным делом. Очень хочется понимать, с чем мы работаем. в России вопрос актуален сегодня, когда границы вокрыты. Но если вы заводчик данной породы, вы должны сами сделать, мы не можем пока что принуждать всех, всю страну сдавать гентесты. Но если есть такая, то вы можете проверять данную собаку. Вы хотите использовать этого кобеля, попросите гентест и проверите, убедитесь на соответствии в породе. Сейчас частая тенденция к породе шнауцерам, там выигрывают собаки в типе терьера, не только сверху, а в типе шнауцера. Какой для вас идеальный тип шнауцера и что же делать с этой тенденцией? Вы ничего не сделаете с этой тенденцией? Покупателю нравится, заводчику тоже нравится. Я скажу, приглашать таких людей, которые понимают отличие типа шнауцера от типа терьера, разводить таких собак, которые будут в типе шнауцера, ну и сделать так, чтобы рано или поздно все-таки на выставках выигрывали и начиналось с вами терьера. Что будет у людей в глазах, то они будут покупать. Не совсем так. Ну, как-то двигаться надо к чему-то. В типе терьера собака, она более нарядная, более смотрится по-другому. У нее побольше углов, у нее мягкая пушистая шерсть, что не должно быть. Очень хорошо помню, как я, как это было-то в 16-м что ли году или в 17-м, когда у нас, помните, там и шлекерик проезжал судить русских псовых, да, и потом судил то ли цверков, цверков, кажется. И вот он мне постоянно, а я стояла, переводила, что ли, в ринге. И, боже мой, все то время, что я просто слушала, да, и все то время, что я там стояла в ринге и переводила, там было много этих собак, он мне постоянно говорил про то, какая это проблема, да, и он постоянно говорил, вот смотри, вот сейчас вот буду выбирать вот это, потому что это шнауцер интерьер. Значит, есть судьи, которые понимают и пытаются с этой проблемой бороться при своем судействе, правда? Ну, их 10, от 5 до 10% по миру. Ну, ничего, надо сирать. В этом и большая проблема. я поняла. Я поняла. Вопрос по бордер-колле. В Европе есть поголовья жесткошерстных собак, длинная жесткая шерсть, они имеют родословные FCI. Как будет вестись экспертиза данных собак на выставках РКФ? Читайте стандарт. В стандарте какой тип шерсти указан? Причем тут родословные? Ну, то есть, мы о том, что собака с дисквалифицирующим пороком может иметь любую родословную, потому что родословные только... Конечно. И FCI какого-то родословного. Более того, о том, что она будет дисквалифицирована, говорит ее... Это не в родословной написано. Какие положительные и отрицательные тенденции вы наблюдаете в рингах породы Бигель? Ну, положительные тенденции то, что, в принципе, уже гораздо лучше с размером, с форматом более-не-менее. Отрицательное то, что много прямоплечих собак появилось и очень закрепощены движения передних. Часто бывают чемпионы, бьющие барабан в походку, с походкой. По новому племенному положению требуется получение разрешения для определенного имбридинга, на основании чего комиссия может, а скорее будет принимать решение. Ваше мнение о данном требовании. Благодарили, вы не были в прошлых... Мое мнение о данном требовании, значит, в прошлый раз я говорил тоже, если это питомник, питомник успешный, он сможет написать свое заявление и задекларировать то, что он хочет получить и по какой цели. Не потому, что вот не хочу ехать дальше, хочу рядом в доме повязать, вот здесь, на этом месте собаку. И не потому, что вот... А должен объяснить, почему он это хочет делать, что он хочет закрепить в данном случае, почему он это делает и для чего. Что он желает получить окончательно. Так, здравствуйте, хочу поговорить про верхние ограничения возрастных вязок сук. Нелогично ли разрешать сукам от 8 лет и старше вязки, если позволяет состояние здоровья и внешнего состояния? Например, разрешить таким сукам вязки после прохождения племенного смотра и, например, ветеринарного осмотра и допуска до разведения. Возрастные производители это все же подтвержденное долголетие. Дайте собаке отдохнуть, дайте ей дожить свою старость. Не надо насиловать животное, не надо использовать как кассу взаимпомощи. Зачем вязать сукку в таком возрасте? Почему не повязать ее вовремя, когда ей полагается? Зачем старое животное вязать? Ну, например, вот сейчас пропустили вязку, да, вот мне вчера как раз я с кем-то разговаривала, не помню, утешал человека, что вот человек планировал, собаке последняя вязка, собаке семь с половиной лет, да? Человек планировал... Ни один заводчик себе практически не оставляет из последней вязки щенка. Вязку оставляют из первой или второй вязки. Нет, подождите, Реван Семенович, вот я сейчас расскажу, как... Смысл ему вязать заводчику? В первую очередь он должен вязать для себя, правильно? Нет, рассказываю... Подождите, конкретный случай рассказываю. Значит, заводчик хотел бы повязать, оставить себе от этой суки собаку совершенно определенных линий. Пока родился кобей, который ей подходит, пока этот кобей вырос, пока ему сделали все необходимые тесты. Вот сейчас собаке семь с половиной лет, ее собирались повязать. Но, естественно, поездки за границу сейчас все сорвались. Соответственно, в следующий раз, когда это возможно представить, собаке будет, допустим, не знаю, восемь лет и два месяца. вот в такой ситуации. Если собака для этого есть специально, по-моему, написано, в исключительных случаях напишите заявление в племенную комиссию, укажете, что это не... очень много обманывают люди, думают, что в РКФ нет базы. У меня такое ощущение. Пишут, что это четвертый помет, а у суки уже восьмой помет, седьмой помет. Что это не шестой, не последний помет, а там собака за жизнь имела там три, четыре помет. Ну, это в том конкретном случае, о котором я вам говорю, это то ли второй, то ли третий за жизнь. Ну, тем более, вот всегда пойдут навстречу. А если собака вязалась без остановки и по две течки подряд... Вот, Рафли, именно об этом я и хочу, и хочу, чтобы вы сказали, они бы услышали вас, они бесконечно задают этот вопрос. Вы услышите, что здесь суть этого ограничения заключается в заботе о здоровье этой суки. Не надо ее вязать бесконечно. И правильно Левас Левасович говорит, дайте собаке отдохнуть, она заслужила. У нас просто были случаи, на актировке даже смотрели, сука, онкологически больная, у нее помет. Это нормально вообще? Но врачи не знали, что у нее онкология до этого. Ничего себе. Она здоровая, они повязали. Вот лежит 9-летняя собака с онкологией, и у нее помет, ше щенков. Вы себе оставите щенка от матери, у которой онкология. Вряд ли, я думаю, заходите, но другим продадите с удовольствием. Так получается. Зачем это все делать? Сука должна уразить свое время. Да, все правильно. Если у суки коротковата лопатка, реально ли это исправить щенка, используя кобеля с отличной лопаткой? В любом случае, должны стремиться. И закреплять дальнейшую. Мы никогда, там, где сука с короткой лопаткой, допустим, вы всегда должны подбирать кобеля с нормальной лопаткой, и в дальнейшем вязать тоже только собак с нормальной лопаткой. И таким способом вы прикроете этот недостаток постепенно, уйдете от него. А это вообще легко правится лопаткой? Потому что есть какие-то вещи, которые исправляются достаточно как-то легко, а есть какие-то, которые все, если улезли, то от них не избавишься. Ну, это постав, длина, конечно, это более сложно, но если подбираете кобеля, за которым вообще нет такого, не наблюдается, то полегче, я думаю, будет. У меня вопрос по окрасам. То есть, а, правильно, значит, вы говорите, что нужно смотреть не только на самого кобеля, но и на все его. Его, родословно, должна быть практически без таких предостатков. Такой линии, которая благополучна именно в этой управлении. У меня вопрос по окрасам. Конкретный пример. Кобеля австралийской овчарки, в щенячьей карте, стоит красный триколор. Живу не в Москве, а в другом городе. Получил на руки экспортную родословную с окрасом. Light brown male. Правильно. Потому что, сейчас я отвечу. Естественно, была допущена ошибка тем кинологам, кто делал родословно. Мне было отказано в исправлении ошибки в причине того, что в РКФ окрас красный триколор. Называется именно так. Я подала еще раз на обмен, прикрепив щенячью карту. Ну, и так далее. Я отвечаю еще раз. Этот же вопрос стоял на племенной комиссии FCI. Когда секретарь племенной комиссии сказал, что Россия нарушает правила. Она сказала, что вот она купила в России собаку и у нее вместо красного Мерли написано light brown. Я спросил при всех ее, а какого цвета нос у вашей собаки? Она говорит, коричневая. Я говорю, а при чем тут красный тогда? Собака коричневая просто ошибка Америки, Англии и Австралии. Они под коричневой собакой пишут красный. Всего лишь навсего. Их восприятие коричневого окраса как красный. Этот же, как раз, пишут они, и хаском, этот же окрас, они пишут, и маламутом, и всем остальным породам. И бордерколе они написали вот рыжий, рыжий оленей окрас. А в этой породе нет такого окраса. Они, они под этим окрасом имели ввиду лиловых собак, светло-коричневых, осветленных коричневых. Если у них такое восприятие, мы не будем этого делать, потому что генетически эта собака коричневая, мерлевая, а не красная. В чем продолжение, Григорий Васильевич? Это, видимо, очень животрепещий вопрос. Давайте еще один поговорим. А я зачитаю. Окрас в членящей карте указан по-русски, в родословный окрас по-английски. Мне вновь отказали, аргументировав тем, что окрас красный триколор по-английски звучит как light brown mirror. Это вопрос, даже задан был генетику Эркаев. Это кто у него генетика Эркаев? Но это же ясно и полному профану, что окрас мер это мраморный окрас. Таким образом, я не могу повязать своего кобеля с суками окраса мер. Я трижды наняла курьера, который мог бы в РКФ отстоять мое право на реальный окрас моего кобеля. Я не понял, какого окраса собака в жизни? А ну, по всей видимости, вот человек считает, что он красный триколор и что это не мер. Красный триколор какой цвет у собаки? Она красная с подпалом, как она подпала определенно у красной собаки? Какого цвета подпал? Напишите, пожалуйста, какого реально окраса ваша собака. Если бы она написала бы браун триколор, коричневый триколор, она и получила бы нормальную родословную. Какого цвета и является собака? Я думаю, что это коричневый подпал и с белым. Так, как может допускаться такая ошибка и такое отрицание реальных окрасов породик, где есть браморные собаки? Почему мы не определили окрас по фото, игнорируя официальные документы? Как такой кинолог и генетик, что отрицал явную ошибку? Какую ошибку? Опять, что у них написано в щенячке и что написано в пометке? Сейчас следующий вопрос зачитаю тогда. Так, Ревас Ревас, следующий. Немецкая овчарка куда дальше? Имею ввиду слишком длинные рычаги задних конечностей, движение на рисе на полный плюс, неизбежение ближе на задний и скакательные суставы, складывание задних ног, как это делает заяц. Видимо, вопрос заключается в том, куда уже идти дальше, что породу до чего-то там довели. Дальше, если заводчики не включат мозги, у них дальше ходить собаки не будут, а будут крутиться, катиться по полю. Послушай, ты можешь мне, ну, я не знаю, написать, я тебе перезвоню сейчас тогда, если ты не спишь ещё. Ой, блин, у тебя ночь, я понимаю. Ну, давай завтра утром созвонимся. Ну, не могу, ну, Олег, ну, подожди, ну, не могу сейчас. Ну, давай, я не знаю там, сейчас хотя бы вопрос зачитаем. Сейчас. Отключи всё его. Ну, какая-то выставка, которую надо срочно куда-то перенести. Куда перенести выставок не будет до сентября всё равно таких. Куда перенести? Ревастер Иванович, вы так, это самое, не надо так категорично, может, всё-таки будет. Мы всё-таки ещё надеемся. Успею. Ну, я тоже так думаю. Добрый вечер. Вопрос по теме хендлинга деберманов. Ревастер Иванович, какой хендлинг деберманов вам больше нравится? В последнее время тенденции к свободным стойкам и отсутствию кобра. Свободная стойка. Мне нравится, мне не нравится, когда озверевшая толпа вокруг ринга носится, орёт, кричит, мячи бросает через весь ринг. Вот это ужас. И когда никто практически из них не может двигаться, собаку удавливают, передавливают, гораздо лучше на свободном, если смогут показать. Собака в условиях карантина получила описание эксперта, не посетила выставку и племсмотр для однократного допуска в разведение. Достаточно ли сделать в этом описании подробную характеристику поведения? Тестировать поведение в данной ситуации невозможно. Запрещены массовые мероприятия. А какой породы собак? Мы можем вообще на самом деле ответить по тому, что мы написали, мы же написали, что все тесты и все даже оценки можно приложить позднее, кроме теста на дисплазию у немецкой овчарки. То есть вы собаку вяжете, а потом, если тесты ей необходимы по породе, то вы просто это делаете до того, как вы сдаёте на регистрацию. Да, правильно ли, Ольга Свянович? До сдачи общепомётки на регистрацию в РКФ должны иметь все остальные документы. Мы позволили всем абсолютно, что они могут вдогонку получать после рождения даже щенков. Главное, до сдачи, когда они сдадут, чтобы в общепометке было всё получено. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте лучше сдать тесты французскому бульдогу. Какие тесты? Ну, отлучаем. Какие тесты? Можно отметить, часто встречающие недостатки за последние годы у французов, закреплённые, как говорят, бич-породы. Спасибо. Кривые, скривленные предплечья и слабые пясти. Нетипичная линия верха. Добрый день. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по вопросу обязательно тестированной дисплазию для допуска в племенное разведение для Кани Корсу. Будет сделано. Хорошо. Не будет сделано. Это всё на усмотрение заводчика. Ответственный заводчик сделает. Так. Стоит ли исключать из разведения кобеля Рассела, если он является носителем ПЛА? Было. Ну, этот вопрос задавали Антону. Я прошлое разговаривал. Любой породе, независимо, если популяция большая, можно исключать, если популяция ограниченная, то не стоит. Если есть возможность свободных производителей, у которых нет данного, свободные они от, то использовать у чистых. Если нет такой возможности, тогда, естественно, носителя можно, в исключительных случаях, вам, по-моему, Антон даже сказал, что если изумительное животное, абсолютно там, вы хотите там, эти породы черты, даже не только носителя, а даже у которого есть заболевание, то есть он стопроцентно, гумазиготный по этому признаку, тоже можно использовать просто на чистой матери, чтобы дальнейшее... Просто все надо делать такое с умом. Так, вопрос следующий. Сейчас, одну секундочку. Дает ли лица допуск разведения суки, рожденной в 18-м году? Дает. Какие, на ваш взгляд, самые часто встречаемые физические недостатки в породе каникорса? Физические? Непонятно, какие? Физические. Я не знаю, Левас Левасович. Вот, честно, честно, я зачитываю просто. Сформулируйте свой вопрос правильно. Анатомия вас интересует, характер, что именно, или состояние мускулатуры, физически, это ее мускулатура. Ну, ждем тогда, наверное. Ждем пока, наверное, человек это все сформулирует. Вопрос по срокам вязок. Сука рожала в феврале один щенок и октябре 19-го года с учетом новоплеменного положения. Когда можно снова ее вязать? Через 10 месяцев или через полтора года? Ну, она же подряд у вас вязалась. Раньше, возможно, было теперь, отчитайте, это какие-то, 300 дней, там, сколько дней указано. Какой интервал между вязками, отчитайте, и все. Но никак не подряд. Пателла носит пока рекомендательный характер. Станет ли тест обязательно для мелких и средних пород? Я взял бы обязательным определенных породах. Для мелких абсолютно, для всех. Ну, видимо, нам для этого нужна какая-то статистика, да, чтобы она у нас была накоплена, чтобы вычислить те породы, у которых это сильно вышло. Можно даже, скажем так, многие суди, когда трогают собаку, они все это видят. И разговор между судьями очень сильно страдает данным заболеванием чехи, померанцы и йорки. Вот эти три породы явно, потому что хрустят на столе коленки. И в движении очень часто, и в движении часто вы видите, собаки прокручивают шаг иногда, не опускают ногу там, через, на трех ногах проходят иногда. Поэтому эти породы, конечно, желательно тестировать в обязательном порядке. плюс то, что они самые плодовитые, ну, не плодовитые, а самое большое количество. Если брать рождаемость в 19-м году, там 44 тысячи, 27 тысячи, 18 тысячи все эти породы. Огромное количество. Поэтому если отсеется какая-то часть, это будет только благо и польза для породы. Так, здравствуйте. В связи с пандемией отменный переносный вырток. Будет ли рассмотрен вопрос о снятии годичного ограничения я сейчас отвечу. При отсутствии титула УЧР для закрытия УЧР 18 месяцев полняется в начале июля. Боюсь, что не успеем закрыться. Екатерина, мы сначала дождемся вообще окончания всех этих мер. Мы поймем, что у нас произошло, сколько времени ушло и дальше, естественно, что-то придумаем. Да, если это действительно будет критично, если мы увидим, что времени прошло много и многие собаки просто не успели закрыться, даже воспользовавшись нашим вот этим предложением, то значит, будем как-то... Я пока не могу сказать точно, что мы, какое решение конкретно мы примем, но, естественно, мы ситуацию контролируем очень внимательно и, естественно, сделаем все, чтобы смикшировать эти проблемы. Зарегистрируют ли общую пометку при оплодотворении... Я не знаю, я в шоке, потому что каждый раз повторяются одни и те же вопросы. При оплодотворении суки, замороженной спермы, при наличии вид справок на сперму и оплодотворении. Вот я просила еще перед и перед прошлым разом и во время прошлого вебинара с Ревас Ревасовичем, приходите, подготовьте, хотя бы прочитайте племяное положение. Ревас Ревасович, отвечайте. Читайте вложение. Там все черно. Плохо. Как будут судить породу американские були? По какому стандарту есть ли предпочтение в типе этих собак? Слышите? Стандарт висит на сайте РКФ. А предпочтение в типе? Стандарт висит на сайте РКФ. Ага. То есть все в соответствии со стандартом. Отборное разведение породы Чихуа. Какие необходимы документы и тесты? Для Чихуа? Да. Для кого? Да, для Чиху. Для Чиху для ОКР. НКП пока не сдали ничего. Как дадут, после этого будет. А в ВОС и ВОС как минимум должно быть генетический паспорт? Не понял. ВОС и вывод спермы в России запрещен. Не может ли РКФ как-то попытаться воздействовать на наши власти в плане изменения законодательства? Нет, это ветеринарные, только ветеринары могут. Как опытный эксперт, поясните, пожалуйста, как понять указанную информацию в стандарте, если высота в Холке у Кобелей 65-75 сантиметров, у СУК 60-68, корпус, длина корпуса превосходит высоту в Холке на 15 сантиметров, спина широкая по длине, это уже вы помните, да, это уже Наталья Контакова, она задавала уже этот вопрос, Евгений Львович, теперь вам. Спина широкая по длине составляет 1 треть от высоты в Холке, выходит, что длина спины у мастины должна быть от 20 до 25 сантиметров, но разве такое возможно, особенно при заявленном индексе растянутости. 20, я не понял вообще, я не могу считать в голове и представлять себе эту конструкцию. То есть спина 1 треть от высоты в Холке, да, и, ну, видимо, они считают, что в породе мастины ошибка в стандарте. Да, может быть, у них часто бывает у итальянцев ошибки, так же, как Канекорсо, было много ошибок у них. Как вы относитесь к агрессии в ринге Канекорсо, это однозначно дисквалификация? Слушайте, у них агрессии не бывает, у них трусость бывает, это да. Канекорсо у нас 30 апреля, все вопросы можете задать тому лектору, который будет вам читать про Канекорсо. Я его зачувствую очень сильно. Добрый день, когда в клубе экспертом делается индивидуальный осмотр для однократной лязки, нужно ли клубу как-то информировать РКФ о выданных описаниях? Оксана, сайт РКФ вам в помощь. На сайте РКФ есть вкладка, прямо на первой странице, называется COVID-19, и там все написано, вы оставляете бланк у себя и в конце месяца нам присылаете список описанных собак. Так, Лина, какие скрины вы можете сделать, мы не поняли. По американским акитам будут ли вводиться обязательные гентесты по длинношерстности для допуска в разведение, также и по сдаче норматива Т1 обязательно. Считаю, необходимо ввести чем быстрее, тем лучше. Т1 уже нет? Т1 увели, и у них обязаловка. Да. Насчет длинношерстности во многих породах можно вводить тестирование, но обязательного нет. Французский бульдог, кобель с висячим языком, висячим, хендлер все время в ринге закрывает пасть, судьи не открывают пасть, либо игнорируют или невнимательны, отдают кобелю ЛПП. Разве с таким недостатком можно быть чемпионом породы? Как вы на это смотрите? Спасибо. Нет, с таким недостатком может иметь собака оценку хорошо. И в лучшем случае, если она сверхъестественного качества во всем остальном, может использовать заводчик, если ему так нужно. Но чемпионом собака не может быть дискульпцирующим пороком. Так, возможен ли полный запрет у нас в России на купировку в Каникорсов новой редакции стандарта 0.1 0.1 16. Купировка запрещена и разрешено выставлять собак купированных до 1 января 2024 года. Да, 8 лет вам дает. Как это отразится на выставках ранга ЦАЦИП именно в России? Можно ли будет участвовать в выставках купированных собакам после даты 0.1 0.1 24? Мы вообще не футурологи. выставляться выставляться собаки смогут на выставке ЦАЦИП они не смогут выставляться потому что судья обязан будет дисквалифицировать не предусмотрено стандартом опция купированные уши или хвосты но на выставке ЦАЦИП скорее всего РКФ позволит им выставляться с купированными ушами и хвостами к этому моменту в нашей стране не придут к власти зеленые и не запретят тоже купировку поэтому я сам вначале сказала что мы не футурологи у нас тоже может все что угодно случиться правда? здравствуйте вопрос по оформлению общепометной карты при заполнении акта обследования пометов в графе описания щенка при выявлении брака указываем этот брак если все благополучно пишем по родным без замечаний видим соответствую стандарту это правильно или нужно указывать что-то еще нет правильно это правильно так добрый вечер что можете сказать о современных джек-рассел-терьерах в ринге какие основные недостатки много собак крупных есть много прямоплечих и много промежуточного типа главный бич породы шелти это рост как господи помоги получать щенку в корректном размере это крик души но как получать корректного размера по роде шелти подбирать и подбирать пары не использовать крупных производителей но они используют именно крупных производителей так как у них лучшая анатомия всегда они сложены вот и проблема ваше впечатление а вот вы не уточнили каких бульдогов у нас бульдоги разные популяция бульдогов в России в настоящее время неприемлемые анатомические на ваш взгляд недостатки и очень надеемся увидеть новороссийский в июне новороссийский в июне плоский черепа и очень высоко посажен хвост и недостаточно опущен круп много длинных собак у французских бульдогов много прямоверхих или горбатых начиная от холки выпуклость спины и поясницы спина переходящая в поясницу вместо того чтобы возвышалась только поясница вот у американских бульдогов как правило 75% то я так думаю характер и глаза очень много собак с большим количеством белка видимого которое не должно быть и ощущение косоглазой собаки и искривление предплечья также какие особенности вы наблюдаете в породе хававарт а интересуют как положительные так и отрицательные моменты ну я наблюдать не могу много но то что я видел меня порадовало то ли прошлое Евразия то ли позапрошлое их было много и очень много хороших качеств собак было они стали гораздо лучше анатомически сложенные и двигаются чем были когда-то только вот первые экземпляры визит так скажите пожалуйста почему нет племсмотров требований для отборного разведения сейчас ответим и породные тесты здоровья генетические клинические должны ли быть в списке требований для отборного разведения сколько раз можно отвечать одно и то же должны быть но они должны предоставить породные клубы национальные для каждой для своей породы они должны это подать племенную комиссию племенная комиссия рассматривает все это после того если утверждаются какие тесты это все приводится мировой опыт как правило для каждой породы только после этого они будут могут быть если подтвердятся для отборного разведения обязательны так добрый день как вы считаете какие анатомические проблемы в породе каникорс встречаются чаще всего опять каникорс как правило несколько излишне выпуклые поясницы и не очень хорошее строение задних конечностей а также очень много проблем строения передних конечностей в области пясти так сдал ли НКП северных издавлых собак данные по обязательным тестам ИТП для отборного разведения на сайте нет не сдавала конечно Ревас Ревазович как вы относитесь к породу Дуберман какие основные проблемы как эксперт видите в строении и поведении что значит как относитесь Дуберман Да Могу сказать что очень хороший темперамент стал в породе нету истериков нету таких субтильных собак основная масса с хорошим костяком очень хорошие стали головы подбородки сильные это собака которая ну понимаешь если она укусит так она укусит это не пенчероид который многим может и нравится американизированной собаке но там собаке нечем кусать челюсти нет из проблем я бы сказал бы есть моменты чрезмерной субстанции особенно в передней части груди часто и если посмотрим сверху на собаку очень часто доберманы стали шире чем ротвейлеры ну и боксеры современные соответственно тоже стали уже доберманов пожалуйста расскажите ваше мнение о тенденциях к породе чау-чау наиболее часто встречающиеся недостатки и на что нужно обратить внимание заботчикам самые часто встречающие очень многим нравится очень многих веселит особенно если выигрывают в бесту молодые собаки щеночки пухлявые но очень страшно когда смотришь и ты понимаешь что эта собака будет похожа на карлика гипофизарного то есть большая голова большие кости но они короткие укорочение идет а хондроплазия очень сильно и очень много приземистых чрезмерно приземистых собак головы в основном очень приличные стали веки гораздо суше стали нету таких гипер тип собак но иногда слишком лайкоидные становятся тоже значит опять возвращаясь к вопросу об окрасе ауси все то же самое у меня собака трехкветная а мне пишут мраморная если придирка к слову красный то хорошо моя собака коричневый триколор но не коричневый мер я купила кобеля триколора для вязки соками мер мне поставили окрас мер тем самым отрицая что он триколор в ченячке в общей пометке что написано по какой причине вам вернули нет это все то же самое я понимаю что написано в ченячике было у собаки и что написано в общей пометке я же не могу знать триколор видимо написано не всегда они очень часто пишут из этого мир напишут красный мир вообще пометки не совпадает так раз а вот собака вводится в базу по общей пометке они починить это надо все проверить так я не могу ответить естественно если в общей пометке это все собаки вам поменять трудословно бесплатно поменять на коричневыми на коричневый триколор на коричневый триколор то есть у нас у нас есть для давайте уточним лава у нас есть коричневый триколор и коричневый мир а у нас есть для ауси коричневый коричнево подпал и коричнево подпал и с белым этот река лур и коричневый мир добрый день как вы считаете какие самые распространенные анатомические поведенческие недостатки загнули у российско-поголовья но уж Я их видел по 2-3 штуки, поэтому очень трудно сказать. Мне не очень нравится форма колена, и оно несколько вывернуто наружу, и коротковато бедро. А так в основном по характеру, по-моему, у всех хорошо. Давайте мы допросим потом того человека, который будет судить вашу первую эмоционалку, это будет Хван Наведа. Вот он, соответственно, нам и расскажет. Какие ошибки были в стандарте Каникорса? Вы упомянули об ошибках, вот я спрашиваю. Ну, вы вспомните хорошо, какой прикус был изначально. В стандарте у нас чемпионы потом были огромное количество. Ножницеобразный прикус был. У них норма много лет висела на сайте, потом они поменяли. Добрый вечер. С какими наиболее характерными недостатками в пароде английский бульдог вы сталкиваетесь на выставках? На что нужно обратить внимание заводчикам? Спасибо. Заводчикам в первую очередь нужно обратить внимание, что это животное, несмотря на свои причудливые формы, гармоничное должно быть. Очень специфически и правильно для породы должно двигаться. Если собака двигается правильно, типично для своей породы, она хорошо сложена. Она в хорошем балансе. Контроль ввести линия верха, строение конечностей и форма черепа. Здравствуйте. Айляскинский маламут имеет четко прописанный стандарт. Современные маламуты имеют ужасные хвосты, неправильный постав и практически лаечные хвосты. У 90% хвосты на бок. Да, есть такая проблема. Все они имеют высокий титул и идут в разведение. Почему и что происходит с НКП породы? И дальше уже... Надо спросить НКП породы. Некоторые иностранные заводчики строят свои линии на суках, аргументируя, что суки дают больше, чем кобели. Реально ли строить разведение на выдающихся суках? Всегда реально строить на чем-то выдающемся. Не важно, сука это или кобели. Да. Добрый день. Вопрос по САО. Как вы относитесь к так называемым разным типам в породе? Стандарт один. А в ринге зачастую очень разные по внешнему виду собаки. Есть ли, на ваш взгляд, возможность все же вернуться к единому типажу, максимально приближенному к стандарту? Что такое применение к собакам, говорим не о типаже, а о типе? В породе всегда будет существовать многообразие типов. Как только вы приведете породу к одному типу, то у вас все замкнется. Значит, у них и набор генетический по происхождению, они будут очень близки все друг к другу. Не надо нарушать стандарт, это другой вопрос. Не допускать в разведение и на выставках от врагового собак, которые не соответствуют стандарту. Но если собака соответствует стандарту, то вам этот тип не нравится. Это другой вопрос. Тут вот еще один вопрос от человека, не прочитавшего положения. Я отвечу, чтобы вас не мучить. Продублирую вопрос. Ревас Ревазович, здравствуйте. Является ли оценка сертификатной выставки по жизненным допускам в разведение у собаки, рожденной 31-12-19 ранее, которую получили в классе юниора? Про премсмотры понятно, что старше 15-й, а вот классы, возраст, сертификатные выставки не упрочнен. Разъясните, пожалуйста. Да, естественно. Является. Если мы не написали возраст, это значит, что возраст не имеет значения. Если написана оценка отлично или очень хорошо, это подразумевает тот класс, в котором можно получить такую оценку. То есть старший класс и щенков. Все написано в положении, достаточно его прочитать. И если есть несостыковка в положении на премсмотре, там для собак рожденных 0-1, нужны 2 оценки сертификатной выставки. В премсмотре есть все состыковано. А что делать, если на промерах при премсмотре длину спины по стандарту мастина будут требовать 1-3, а по факту все породы 1-2. Очень тревожит эта тема, так как если выставок не будет, то на единичных премсмотрах для вязок эти промеры не совпадут со стандартом. Вы посмотрите, пожалуйста, новый лист описания с премсмотра. Там указан любой промер, необходимый для породы. Необходимый промер – это высота в холке. Все. Остальные все промеры необходимы для породы, если это требует НКП. Будет требовать какие-то необходимые… Требует стандарт, потому что, допустим, в куклаксы объем грудной клетки является обязательным промером. У вас вместо высоты в холке это будет. У него нет высоты в холке. То есть промер должен быть тот, который породы требуют. Остальное факультативно. Опять-таки взвешивать никто не просит, ни мастина, никого. А есть породы, где только вес. Это пикинеста. Многие породы, которые определяются только по весу. Их должны взвешивать. У них нет высоты в холке, не указывается стандартом. Предполагается, что и организатор знает, что он делает, и судья знает, что он делает. По буле еще спрошу. Поки буле, высота в холке, кобели 36-43, суки 33-40, кобели ниже 34, и суки ниже 31 сантиметра поднедрожат дисквалификации. Второе. Були классик, були стандарт, высота в холке, кобели 43-51, суки 40-48, були XL, высота в холке, кобели 51-58, суки 48-56. Они судятся в одном ринге? Это вот вопрос. У нас четко написано. Посмотрите, пожалуйста, в таблице к стандарту. Все они судятся отдельно по разновидностям. Четыре разновидности, количество титулов указано. Неужели так трудно прочитать? К стандарту приложения, которое продолжается. На сайте висит оно. Сколько получает титулов? Соответственно, на четыре это все. Судьи поощряют длинные рычаги. Что там овчарки? Сейчас нюфу стопоходящие. И судьям все очень нравится. Но мы про нюфу уже говорили. Нюфу не сейчас. Это пришло из Америки, из Канады. Будем надеяться только на заводчиков? Или проблему с судьями будем решать? Это должен думать заводчик. Если заводчики не будут предоставлять собак с такими плюсами, с такими углами, то все будет нормально. И судьи будут судить то, что есть. Это во-первых. Во-вторых, вам уже отвечал президент судейской комиссии вся. Не ходите под таких судей, которые не понимают вашу породу. И все. Добрый день. Хотелось бы услышать мнение Реваст Ревазовича по голове иркширских терьеров. Ну, мне приходилось несколько монопородок судить и часто сужу. Оно у нас в стране, можно сказать, лучше, чем в Европе. Потому что у них очаговы только там несколько питомников, а у нас по голове получше. Есть, конечно, проблемы в размере, форме головы и выражения, и размер ушей. И часто шерсть не очень хорошая. Просто у нас в силу того, что нужна разводная оценка, на выставку приходят все. У Ризенов еще до сих пор присутствуют несколько избыточные углы задних с небольшой, с легкой соближенностью. А так, в основном, много очень красивых, хороших собак. Так, какие тесты для отборного разведения в породе Кадыбу вы могли бы порекомендовать? Кадыбу? Да, Кадыбу. Ну, я бы обязательно сделал бы только дисплазию. Дисплазию и спину. Может, когда судьи перестанут дарить разводные оценки, тогда и по голове улучшится. Порой откровенно посредственные собаки получают высокие оценки, ведь кроме питомников есть еще и клубы, у которых нет оснований для отказа вязки при наличии разводной оценки. Ну, клубы радуются любой повязать, любую собаку, но проблема будет решена только тогда, когда начнут давать, как в природе бывает, одна четверть отличники, две четверти хорошисты, очень хорики, и одна четвертая остается харьки удовлетворить на все остальное. Слышно, что я говорю? Да, да. Если будем придерживаться, в любом случае, как бы все ни вязалось, все равно будет, то есть эта система действует всегда. Не может быть все по голове хорошим, поэтому всегда будет процент. И этот процент всегда в среднем одна четверть от породного пула. Прожский крысарик. В русском переводе стандарта допущена серьезная ошибка. В движении написано «стелющийся рысь». Собака с коротковатым бедром и прямоватым плечом не может так двигаться априори. У нас практически не выражена холка. Как исправить ошибку? Напишите и посмотрите, что написано в английском тексте. Ну, взяли на заметку, сегодня же прям проверим, что написано в английском тексте, но вы напишите, ревас-ревас, на всякий случай. Так, вторая попытка, Лена Соколова. Ревас-ревас, чем, по вашему мнению, можно объяснить слепоту экспертов, которые не видят у такс короткое плечо, плечевую кость? Такс и кажется, единственная порода, у которой эта стати вырождается в блок из двух рядом расположенных суставов вместо полноценного рычага. Мне трудно сказать и мне трудно отвечать за других. Чем связано со слепотой? Ну, я не знаю. Чем связано? Мне это трудно сказать. Хотя, там не походу две породы. Это такса и немецкая овчарка, где четко выражено, должно быть 90-градусное плечо. А очень трудно получить 90-градусов, если у собаки. А представьте, покажите мне длинников и жестиковых. Ну, длинников особенно. Их практически не бывает с таким углом плеча. Шерсть открывает. Вспомните, когда у нас, допустим, лучшие собаки в породе, особенно в коричнево-подпалом окрасе, все сплошь сбежали задние. На это закрывали глаза, потому что во всем остальном эти собаки были явно лучше соседей. Может, просто глаз замылился, может, настолько уже стал распространенный недостаток, что его просто как бы уже по определению считают чуть ли не нормой. Единственное, что собаку, у которой хорошее плечо, просто выделяют это в описании. Не знаю тоже. Так, ваше мнение. Какие основные недостатки и проблемы у современного поголовья РЧТ, которая представлена на рингах? И кто бы вы бы отметили, как положительные тенденции в работе заводчиков за последние 10 лет? Это мое личное убеждение. Самая большая ошибка – утрированный груминг. Это просто невыносимо. Смотри, когда бежит отдельно тело, отдельно шерсть от этого тела во все стороны развивается. Ты видишь, что в груди с передней части, в груди передней части нет ничего, только шерсть болтается. Холка настрижена, а особенно раздражает затылочные бухни, у гор вот эту опухоль мозга, которую делают они сейчас, научились с скачей. Но те это делали гармонично. Но это чисто такое. Самое плохое – то, что заводчики потеряли на 95% шерсть. Дублюрый вопрос затерялся. Здравствуйте, порода кавказская овчарка. Какие вы выделяете основные проблемы поголовья? Строение грудной клетки. Лучше. Строение грудной клетки и подставленные локти не может. Эта порода скорее быть должна быть чуть косолапая, может быть, нежели с разметом. Так. Господи, Боже мой. Сколько же успеваете вопрос написать? Марий Васильевич проводил в прошлом году экспертизу на национальной выставке бордосов по Франции. Хотелось бы услышать его мнение, а именно сравнение поголовья бордосов наших и французских. Ну, я могу сказать, что в массе наши лучше. В массе наши бордосы лучше. Это по мне. И более сильные собаки, чем во Франции. В Нидерландах, в Ирландии, в Англии, собаки и в Бельгии. Более качественные, нежели во Франции. Во Франции слишком много собак специфичных по поставу передних, постав задних, движения. Есть и агрессивные, и трусливые. Наше поголовье мне больше нравится. Так, не совсем понятно сравнение боксеров и доберман. Поясните, пожалуйста, это насчет ширины доберман. Был ответ, что боксеры мужа стали. И вообще ваше мнение о поголовье боксеров в целом? Боксеры стали уже доберманов, что ненормально по определению. Очень много собак с плоским ребром. Глубина большая, а ширины нет. Совершенно грудной клетки. Если посмотреть современных боксеров, раньше они сидели, и даже эти кожаные, которые под ошейником для медали, у них эти были фартуки, на огромную широкую грудь шилось. А сейчас это как цапля садятся, груди нет. Только в глубине. Здравствуйте, куда ты пропадаешь? В глубине есть груди. Современное поголовье... Кто пропадает? Вот сейчас звук у вас вообще пропадает. После слов современных... Сейчас слышно. Про современное поголовье, вот последнее, что сказать, современное поголовье, и дальше не было продолжения. В современном поголовье боксеров в основном для меня излишне прямоватые плечи. И очень сильно меняется собака утрированная в стойке, на чрезмерно оттянутых задних, которых не хватает углов, и они как дополнение палочки сзади торчат. Много очень красивых стало голов, и особенно подбородки стали действительно крайней точкой головы, и очень выразительные головы. Но вот с корпусами хотелось бы, конечно, мало собак, которые вот гармонично сложенные. И в движении они полностью садятся наперед. Это очень большая разница между стойкой и движением. Спор между заводчиками. Пропустит ли РКФ помет от суки мелкой породы, рожденной в декабре 2018 года, у которой будет вязка в этом месяце, в возрасте 16 месяцев, или только по новому положению возможно вязка в 20 месяцах? В 20 месяц. Сука рождена в 2018 году. Поэтому вопрос. А какая разница? Илья Васильевич, ну... Мы же не можем, чтобы действовало старое положение еще 10 лет. Тогда, которым 9 лет, они тоже могут вязаться по старому положению. Они же рождены до 20-го года. В скором времени будут запрещены вязки померанцев и кляйн-шпиц. По каким критериям будет определяться порода щенка? У двух кляйнов вполне может родиться померанец и наоборот. размеры пропорций головы. А в каком возрасте будет? Пропорции головы устанавливаются... Почему и запретили? Потому что у померанца и кляйн-шпица разное сочетание. Три к двум и четыре к двум. Ну, а не меняются эти пропорции с возрастом? То есть не может такого? Может и поменяться. И тогда меняется. Ну да, они проходят описание. Хотя в Германии это запрещено, но мы будем разрешать определенные еще лет пять, чтобы устаканилось. Проходят описание, как на изменение размера или типа шерсти, которое предусмотрено, что это разновидность такая. это собака. Аргумент для судей будет размер, сколько сантиметров там они пересекаются. 24 сантиметра может и то, и то быть. Разновидность. Но если судья напишет, какая пропорция головы, от этого будет зависеть, какая порода в данный момент это собака. Это будет устанавливаться после девяти месяцев, не раньше. Скажите, пожалуйста, касаемо породы Бладхаунт, наболевший вопрос по поводу отсутствия П4 у представителей этой породы. По моим личным данным на всепородных выставках, а также на монопородных выставках Европы и Америки не обращают внимания на отсутствие П4 у Бладхаунта. И ни разу нам не снижали оценку за отсутствие П4. И ни слова об этом не было в описании. Очень известные заводчики этой породы Европы и Америки утверждают, что это совсем не повод для беспокойства. Если учесть, что это малочисленная порода, особенно в России. И что? Вопрос в чем? Как вы относитесь к отсутствию П4 у Бладхаунта? Надо ли это наказывать, штрафовать, дисквалифицировать? Я уж не знаю. Там нету продолжения. Смотрите, если стандартам предусмотрено, указано количество, то да, если нет, то нет. Так. Будут ли как-то засчитывать ЮПК, ЮПК плюс один, о господи, про ЮКЧК такое указание было, одно ЮПЧК. Значит, послушайте. ЮПК на сегодня это титул, который присваивается, в 20-м году мы говорим, который присваивается только по результатам национальной выставки. Правила получения титула чемпион, юный чемпион, да, породы при наличии ЮПК прописаны. В любом случае должен быть второй титул КЧК. ЮПК. Значит, что касается тех титулов, которые вы получили в прошлом году, это конкапе. Оформляют они их. Реваз Ревазович, расскажите, пожалуйста, ваше мнение о породе кавалеркин-чарст-панилы в нашей стране, на что в первую очередь стоит обратить внимание заводчикам, в том числе по качеству и длине шерсти. Размер и формат. И должны очень обращать внимание на выражение. Потому что у многих, особенно еще и с окрасом может сцеплено как-то это, но совершенно нетипичное выражение. Много собак имеют такой напряженный взгляд, а это собака с очень мягким, приятным взглядом должна быть. Шерсть должна быть у собаки умеренной, ничего, никаких излишеств. Да. Следующий вопрос. Если можно, ваше мнение по голове СБТ и их недостатке Ставбуле. У Ставбуле, как правило, ну, это для меня, очень часто бывает хороший корпус, очень средний голова, или, наоборот, очень красивые головы, но плохо сбалансированные корпуса и очень скованные движения часто бывают. То же самое ваше мнение по голове шиперки в России. Оно очень разнообразно, но есть высочайшего класса собаки. как вы относитесь к трусливому поведению в ринге, каким образом наказываете за это, почему эксперты бывают не только не наказывают за трусливое поведение и робость, но и поощряют титулами и местами. Тоже, почему, что делают другие эксперты, наверное, еще раз повторю тогда вопрос. Как вы относитесь к трусливому поведению в ринге, каким образом наказываете за это, почему бывает, что эксперты не только не наказывают за трусливое поведение и робость, но и поощряют его титулами и местами? Я к трусливым собакам отношусь плохо, но если это собака перворазной выставки или это щенок, если это молодая собака первый раз на выставке или это щенок, я им даю возможность, помогаю, чтобы они больше время трачу, чтобы они адаптировались, но если это неуправляемая трус, если я ничего не смогу сделать, тогда я убираю их. Слышно? Видимо, пропал. Да, да. Именно. Добрый вечер. С какими характерными встречающимися недостатками в породе Кады Бова сталкивались на выставке? Как вы можете прокомментировать поголовье данной породы в мире и конкретно в России? С характером я не сталкивался, чтобы были проблемы. В основном нормальные, адекватные собаки с хорошим характером. Поголовье наше и мировое, ну, у нас встречаются несколько коротконоких собак, приземистых излишней. А в мировой тенденции, ну, есть собаки, которые нам привычны, допустим, те головы, которые у нас в основном в России, а в Испании очень часто есть и такие, и есть такие, которые больше Амстапа напоминают по выражению и по всему, поэтому мне трудно сказать, но по мне так к стандарту наши ближе. Очень хотелось бы услышать ваше мнение о поголовье английских кокер-спунели в России. Ага. Ну, то, что я видел и смотрел, мне нравятся собаки, очень хорошего качества, притом я судил их в разных местах, но для меня то, что я судил, это для меня Москва, в Челябинске было очень хорошее поголовье, я судил большое, большая монопородка была, и в Новосибирске. Вот три места, где я могу сказать, что есть большие гнезда, есть качественные собаки, за которых не стыдно нигде, они будут выставляться. А, вообще огонь. Купил щенка в Москве, при доставке его в Калининградскую область курьер поставил белорусский чип. Будут ли у меня проблемы с родословной, так как я нигде не указал, что чип белорусский. Его и не надо указывать, он так понятен по номерам. Вы же не пишете в родословную, просто его вообще не указали, у вас будет клеймо то московское, которое собаки поставили. Нехорошо, что у него чип белорусский, но... Это у вас, у них могут быть проблемы при пресечении границы с Польшей и там вот. Да, да, а внутри России никаких проблем. Что вы скажете о поголовье чихуахуахуах в России? Какой собаке в ринге вы отдадите предпочтение при прочих рамах? В этой породе, видимо, имеется в виду. А в каком смысле какой собаке? Ну, какое достоинство, там, я не знаю, реваст-реваст, чипы же вопросы задавали уже. Очень странно, вопросы не могут задать. Для меня самое главное, чип весь должен в первую очередь характер его. Если он наглый и он считает, что он на равных со всеми, то это чих уже. Это уже плюс 50% как минимум. Ну, естественно, гармонично сложенный, чтобы собака двигалась. Но без всяких лишних наворотов, укорочения морд, там, курносости, все эти губы висячие, там, нахина, который, похоже, это недопустимо для меня. Это другая порода уже. Реверс, Реверс, вот вопрос, смотрите, по русским крысарикам и по переводу. Девочки тут проверили, они же нас слышат, спасибо, кстати, большое. Значит, Настя проверила уже, успела открыть стандарт. В оригинале написано «throat should be ground covering», то есть это размашистая рысь. В переходе то же самое. Откуда вопрос вообще непонятно? Ну, непонятно, все правильно переведено. Абсолютно. Это вопрос к чехам, если они считают. Но я думаю, что наш, кто задавал вопрос, он хочет, чтобы он как-то интерьер двигался. Нет, человек пишет, что в стандарте написано «стелющиеся» девочки говорят, что и в стандарте собственно на сайте то же самое размашистая рысь. Ладно. Девчонки, спасибо еще раз. Что думаете о поголовье сибирских каски в России? На что надо обратить внимание заводчикам, что чаще всего из недостатков вы видите на выставках? Поголовье массовое, большое, очень и сильнейшее поголовье. Основные недостатки, скажем, ну, бывают грубые скулы, уши крупные, развесистые, недостаточно изысканные головы, линия верха практически у всех приличная, основная масса, что мне не нравится, часто встречаются и очень часто пошли, люди спорят, они хотят все равно, но даже уже в кольцо сворачивают хвосты, излишне укорочение крупа происходит, что не должно быть в этой породе. эта собака не с коротким крупом, ни в коем случае. Я понимаю, кобель, да, доминантно, он там будет задирать хвост, он может задрать, но он не должен сворачиваться в кольцо. А очень часто выходят собаки от западно-сибирской лайки, трудно кричить, как встанет, квадратный и с кольцом хвост. Так, вопрос по цвету и зубам шпиццев. Что-что? Цвету и зубам шпиццев. Сейчас я пролистаю дальше. Подробностей здесь не вижу, не дописан, видимо, вопрос. Давайте вы его допишите, что про цвет, какие зубы. Зубы четко указаны в стандарте. Отсутствие скольких допустимо? Какое еще может быть отношение к зубам? Должны смыкаться что-то уже у пабиранцев часто бывает не смыкание. Так, нарушение структуры шерсти у верширского терьера, черная пуклявая шерсть, это дисквалифицирующий порог или недопадок, карающийся снижением оценки в зависимости от степени выраженности? Нет, это ставит собаку вне породы. Стандартом указана четко порода. должна иметь какую-то шерсть, структуру и окрас. В данный момент окрас не предусмотрен стандартом. Это собаку дисквалифицирует. Но просто человек пишет, что стали появляться в ринге такие собаки. И выигрывают, даже я видел, но ничего, это уже вопрос к судье. Это только вопрос к судье. Ваше мнение, какие тесты вы бы хотели видеть у Мастина, как в целом и по голове Мастина в России? У Мастина я бы хотел обязательно, чтобы был кардиотест и обязательно дисплазия. И катаракта обязательно, потому что у них проблема с глазами веки, все это. А является ли брахидоктимил собак породы циркпинчер дисквалифицирующим пороком? Это порок в любой породе. Это отсутствие фаланги, это укорочение пальцев. Это незамесимо от породы дисквалификация для любой породы. Ага. Почему в жустиках, таксах и джеках много собак с разметом и откривленными предплечьями. Почти никто из экспертов не смотрит на это. Причем в гладких собак таких проблем уже почти нет. Ну насколько я смотрю, Джек Расселы покажите мне гладкого с прямыми ногами. Я за всю жизнь видел 3-4, остальные все кривоногие. Джеки, я говорю. Ну я поняла, но видимо человек задает вопрос имеется а если судьи не смотрят это вопрос к судям и к этим которые жестким не смотрят. Ну это опять же скорее всего к чему у них глаз привык. Они уже привыкли к этой норме и не смотрят. Когда это будет вот так же бросаться в глаза как сейчас на гладких гладкой так с искривленным предплечьем такая вот типа какого я не знаю там конца 80-х годов сейчас она уже просто ну будет выделяться и он сразу отметит скорее всего чем лучше будут собаки тем больше они будут обращать внимание на выделяющихся. Порода выпит много экспертов в России искренне считают что у выпита должен быть гор правда начальники породы говорят что это не так выпит не квадратная порода а многие эксперты в разных странах Европы и Англии отмечают линию вверх мой вопрос какие вы считаете стати у выпита также большая проблема узких и коротких кругов как вы видите движение выпита при взгляде сбоку столько намешали сразу вас интересует движение выпита и линия верха линия верха поясница должна быть слегка выпуклой но она никогда не должна быть короткой эта собака не квадратная она все-таки несколько растянутая поясницы так отличие самое решение племенной комиссии от 16 апреля до сих пор нет на сайте когда ждать сегодня у нас коллеги 22 в середине были два выходных мы работаем на удаленке решение комиссии появляется тогда когда секретарь сдаст юристом полностью весь протокол когда все это проверится имейте терпение недели даже не прошло 60 свежих вопросов смотрите это же не за секунду делается это все надо опормить секретарь работает юристы работают потом это выкладывается еще и еще председатель комиссии это все согласовывает добрый вечер ваше мнение по голове тибетских мастифов какие есть недостатки основной недостаток для меня в этой породе характер это раз второе чрезмерно развитый шерстный покров два и наблюдается сейчас собаки практически без холки с коротковатыми предплечьями интересное услышать мнение о поголовье голден ретриверов какие наиболее часто у них проблемы в анатонии и поведении на ваш взгляд большое поголовье много красивых собак очень ярких представителей породы но поголовье поражено по мне поставок передних конечностей практически не найти параллельный поставок очень редко очень много собак с жесткой пястью и таким с намеком на казинец уже вот эти два момента самые тяжелые и третий момент я даже спрашивал Антону писал только я как понимаю я не в том месте написал насчет ахоноплазии у голденов потому что очень часто видишь коротконогих собак так ваше мнение ой сейчас кто-то опять накидался вопрос нереальное количество все давайте мы закончим их задавать головик соло на что стоит обратить внимание ну в основном это форма головы и выражение потому что ну корпуса в принципе стали намного лучше а то раньше были просто веслозадые горбики бегали горбатые собачки а сейчас намного лучше интереснее и в движении есть собаки и это но вот голова хотелось бы поставу шеи форма глаза расстояние между глазами где они посажены все это чтобы было более одна более типично для породы вот послушайте коллеги вот вы мне сейчас закрыли эту вкладку я конечно просила больше не писать вопрос но если меня сейчас вышибет после закрытия вкладки я уже не увижу ни одного так что скопируйте куда-нибудь церквинчеры куда делись летящие движения в ринге в чем проблема именно движения в современном разведении куда делись да я думаю что темперамент плюс строение переда так сейчас сейчас одну секундочку теперь все стало перескакивать можно узнать ваше мнение по голове шицу и на что нужно обратить внимание сейчас мы все породы так переберем шицу у нас очень качественная очень много хорошего высокого класса собак прекрасные головы линии вверх очень часто трудно бывает даже судить потому что определенные классы чемпионов часто бывают собаки особенно когда несколько кому дать предпочтение но к сожалению есть и чрезмерно растянутые собаки абсолютно без холод такие тоже встречаются просто как спортивная скамья и сейчас начали встречаться собаки с узковатыми челюстями особенно нижние и мелковатые глаза которые даже несколько подтекают у шицу все-таки должны быть довольно-то крупные глаза выразительные я сейчас воспользуюсь сложным положением я не понимаю что ты чужой зачитываю сама все же теряет давайте тогда про так скажите ваше мнение про состояние поголовья я вот знаете как сформулирую вопрос 20 лет назад 10 лет назад и сегодня поменялись ли проблемы у нас общие в породах и никакие разновидности были самыми сильными тогда на ваш взгляд и какие вам кажется самыми благополучными на сегодня значит в старое время самые благополучные конечно были более стандартные стандартные все гладкие в основном потому что жестких тогда и не было может одна две штуки встречались и это были конечно далеко от и длинношерстные были но все равно стандартные гладкие были самые такие очень тяжело было смотреть и воспринимать вообще как таксу кроликов особенно они были страшны горбатые чрезмерно прямоплечные и округлыми черепами и круглыми глазами это основная масса такая была конец 90-х да да вот это вот все было такое вот и конечно практически все ну основная масса 90% наверное по голове было просто кривоногие с вывернутыми локтями и с нехматкой углов задних лет через 10 это все улучшилось сгладилось и начали как только привоз все-таки начали привозить собак из-за рубежа определенных именно мелких то он очень помог и сразу как-то изменилось пока ловил лучшую сторону потом какое-то время очень долго лидировали жестенькие мелкие они были качественные красивые сделанные обращали внимание даже быстро выигрывали что очень редко было для таксы это были как правило собаки Веры Губиной вот ну если так вот я вот помню насколько там были у нее из Польши собаки которых она в дальнейшем разводила очень много качественных собак было а потом постепенно постепенно начало больше качества переходить на очаг очаг такой большой больше миниатюра самые такие приличные стали кролики поприличнее намного стали и они практически может быть из-за того что спрос на них больше они начали оттеснять стандарт ну вы вот сейчас как считаете я на самом деле когда я у вас брала статистику для ВУТа в этом году я с большим удивлением обнаружила что у нас сейчас огромный просто колоссальный рост знаете где в длинной миниатюре и кролях по количествам да они улучшились конечно догоняют уже вот эту миниатюру гладкую и там обогоняют по-моему уже стандарт даже гладкий но все-таки вам кажется что гладкая миниатюра на сегодняшний день по мне самые сильные это гладкие миниатюры и кролики к ним приближаются и определенная часть я не знаю вот как на всю страну но то что я вот видел судил жесткие миниатюры да я знаю какое слово даже спасибо большое так какие отрицательные тенденции вы заметили в пароде вимаранер как относитесь к вимаранерам шоу без охотничьих инстинктов и дипломов давайте только разделим инстинкты и дипломы дипломы это одно что такое шоу и почему вы думаете что у шоу собаки не может быть инстинкта вы проверяли эту собаку на инстинкт это раз второе мне лично что не нравится у современных вимаранеров это мое мнение скажем которое мешает работе собаки это чрезмерно тяжелая грудь глубокая такая браки это все-таки веймарский брак да вимаранер и эта собака не может быть такой тяжелой для работы для ее этого она грудь стандарте описана не написана ниже локтя она должна быть на уровне локтя поэтому она более длинная более спокойная линия вверх скажем не такие высокопериоды не спадающие а более спокойные более потому что у них написано level top line вот эти части да а для меня конечно я думаю что если проверить любую собаку а еще хорошего егеря и дать кинолога который натаскает ее в любом можно разбудить охотничий инстинкт у меня есть мой пример потому что у меня одна из первых моих собак была сцентр ирландский и мне было обидно что она не получает никак золото а по правилам охотничьих собак то время нет этого и я получал оценку такую-то серебряную жетон потому что у нее не было полевых испытаний собака моя никогда не охотилась я пошел сходил с охотниками ну типа охоты весенней они натаскали и она сдала совершенно спокойно на вторую степень с первого поля то есть на первых испытаниях так что это у нее инстинкт есть значит а диплома могло бы и не быть мне нужно было диплом просто для того чтобы собака стала чемпионом вот хочу тут очень по-моему к месту к этому вопросу процитировать кто не слышал наш вебинар со Златкой Лёйкичем по поводу подготовки курс Хара он сказал такое мото которое я прям думаю вообще на флаге надо написать жизнь не такая длинная чтобы позволить себе охотиться с уродовыми собаками вот поэтому ну как бы оно это совершенно две разные вещи есть у собаки дипломы нет у собаки дипломы шоу собак если мы говорим о том что шоу разведения приводит к тому что собака теряет функциональность то он это увидит в ринге и накажет о чем он вам и сказал если шоу разведения приводит к тому что собака теряет породный темперамент и начинает шарахаться судьи в ринге то он это увидит и накажет но если у собаки нет диплома это совершенно не значит что она не может охотиться выполнять свою функцию и больше того передавать породные качества потомкам так что это совершенно все разные вещи почему так часто стали встречаться французы с соблистостью очень заметно в ринге в свободной стойке ну вы сами ответили значит так разводят заводчики почему собакам в сезонной линке многие эксперты не дают титул боже мой сезонная линка это же естественное состояние собаки да но не выставочная кондиция да Леонид Васильевич конечно кондиция должна быть выставочная они ведь смотрите вы даже пишете не дает титул а он оценку то вам все равно ставит отлично он понимает что это ее естественное состояние нет во первых вот кто задает вопрос он видел скажем азиата в линке или кавказца они худеют даже они не в состоянии они не хотят они плохо кушают собака меняется полностью она вот истощена смотрится во время линке ну вам суки и допустим после родов тоже не даст никогда титул если у нее соски отвисшие хотя это тоже ее нормальное состояние ну состояние нормальное но это не выставочная кондиция что-то как-то дублирую вопрос добрый день Илья Васильев Азович как вы относитесь к застриженным шпицам у меня малый в стандарте породы написано стрижка должна быть незаметной но владельцы очень часто прибегают к грубой коррекции шерсти это очень плохо я отношусь плохо потому что из собак делают павьянов вопрос о покраске да какой вопрос если вы еще хотели про шпицов договориться договаривайте я просто гармонию никто не отменял когда застригают задние за счет этого думают что укоротили собаку они дико ошибаются собака куцей смотрится и не очень хорошо здравствуйте вопрос окрасок породы выпит почему в родословных теперь окрас указывается генетипически а не фенетипически как раньше пример собака белого окраса с небольшим тигровым пятном на теле в родословной указали как тигровый с белым при этом вообще пометки окрас был указан как белый с тигровым потому что генетически это одно и то же собака тигровая с белым просто мы унифицировали да у нас нет да и окончательно все примется решение будет с генетиками со всеми общая выработанная стратегия какая будет и унифицируем мы не будем писать кому-то шоколад кому-то это мы будем писать нормально коричневый независимо от всего нравится кому-то не нравится нравится породникам не нравится оно должно быть обоснованным мы не будем писать цвет подогретого шампанского с устричным налетом литинестам такой тоже нравится но мы не будем этого писать иначе у кинологов мозги свихнутся просто такие окрасы все эти определять добрый вечер что вы скажете о поголовье чихуа в России какой собаке в ринге вы отдадите предпочтение при прочих равных уже же отличаем нет? конечно с характером и соответствующим стандарту расскажите пожалуйста ваше мнение о поголовье кускай лайка в России ну оно пока что еще недостаточно однородное многообразие пока типов но есть очень много много красивых собак очень ярких которые могут действительно производить как говорят англичане такие впечатления впечатление такое сильное чтобы судья мог заставить судью дать ему быстро скажем так это хороший признак для породы для будущего вопрос по цвету и зубам шпицов в связи с тем что много помираемцев и кляйнов привозят из США цвета щенков не цвета у щенков а окрасы могут быть совершенно непредсказуемы причем на этапе актировки невозможно определить будущий цвет понимаете Ревас Ревас так же как и зубы молочные 4 на 4 коренные вырастают 6 на 6 и наоборот что необходимо писать в метрике чтобы впоследствии можно было получить родословно по-моему там очень четко прописано в метрике на переосмотр осмотрите после 6 месяцев когда пройдет смена зубов и все так же окрас не можете раз не в состоянии определить вы пишите не в состоянии определить окрас в данный момент такой-то такой-то оставите на переосмотр значит кому-то отдаете продаете за полную цену или заполниваете уже как вы сможете но в дальнейшем после осмотра собаки указанного возраст общения вы указываете в метрике что после 8 после 6 после 9 месяцев переосмотра и все слушайте а по поводу зубов ведь это же всегда было это не по новому положению мы всегда писали если нас что-то смущало я тоже не понимаю в чем проблема всегда писали и причем указывали именно что переосмотр контроль зубов после смены и все и сразу все понятно что а какую окрас они не могут определить в чем проблема с окрасом я не знаю какую окрас они не могут единственное у них проблема должна быть между белым и кремовым они никогда не могут определить возьмите подушечки собаки и посмотрите какого цвета и все черный значит это белая собака не черные значит кремовая Подушечки, это вообще, видимо, это самое. Беном Ньютона. Вообще сейчас в шоу приветствуется переуглиность, даже у тех пород, у которых в стандарте указаны умеренные углы. Даже вплоть до высокопериодности приветствуются у экспертов. В частности, у Кани Корса. Как же всё-таки донести это до экспертов, что так не должно быть, просто крик души. НКП должно работать, проводить семинары по породе для экспертов. Ну, мы вот проводим, если про Кани Корса, то, пожалуйста, 30 апреля мы всех вас ждём. От оргинаторов будет вам семинар. Ну и надо, чтобы все... А это уже, Ревас Ревас, не к нам. Наше дело. Это можно было бы сделать объявление в Калифкомиссии. В их объявлении на сайте, что для судей. Пожалуйста, подсоединяйтесь и слушайте. Ну да, если, может, кто-то из Калифкомиссии нас слышит, то вот, пожалуйста, 30 апреля, Фабрица Ларок. Вопрос по голове ККЧС. На сайте НКП опубликованы самые лестные отзывы приглашённых экспертов-породников, российских кавалер, а с точки зрения конкуренции в группе, почему эта порода так редко выигрывает группу? Какая порода? ККЧС. Кавалер Кимчарльз? Да. Значит, есть другие собаки, сильнее. Так, Екатерина, я не говорю об оформлении на юного чемпиона НКП по ЮПК, но засчитать как взрослую можно, конечно. Отвечали же вам, мы неоднократно разъясняли, что да, можно. По одному сертификату мы не можем оформлять титул. Засчитать как взрослые КЧК, да, можем. Монопородный питомник Галли Бас. Ещё больной вопрос по полудлинникам. По породе. Чем меньше оброслость, тем лучше. Собака с шикарными очёсами на ушах никогда не пройдёт бунитировку и не будет допущена в разведение на родине породы. На монопородной выставке будет снята с ринга. К сожалению, наши эксперты восторгают шикарными очёсами и пишут в описании, как достоинство. Подскажите, пожалуйста, как нам решить эту проблему? Какая порода? Не знаю, по-моему, «Крысарик». Я не знаю, какая порода. Тут не написано. Галина Сергеевна, напишите, пожалуйста, о какой породе идёт вообще речь? Галина Сергеевна Никепелова, кто задавал вопрос? Напишите нам, о какой породе идёт речь у вас. Не отвечают, ладно. А, значит... Ну, хорошо, если... Давайте просто будем считать, что это о любой породе. Что в стандарте, чем меньше оброслость, тем лучше, а судьи у нас очёсами восхищаются. Что мы будем делать в этой ситуации? Ну, если это не соответствует стандарту, пишите в комиссию и указывайте имя судьи, которые восторгаются этим. Да. Интересно ваше мнение по породе русский Той. Что можете простить Тойу? Что такое простить? Не знаю. Простить можно всё. Если это Той. Нельзя прощать сильный, большой... Когда 50% корпуса залысиных, уже вот грудь, горло, всё это. И нельзя прощать нарушение параллельности движений. Очень много самок до сих пор страдают нарушением параллельности движений. А как вы относитесь к САУ и тенденции разведения в России и Европе? САУ? Да, среднеазиатом. Мне не очень нравится, потому что чрезмерно много тяжёлых и сырых собак. И очень много собак с узковатой челюстью. Что мне не нравится. Так вот подсказывают нам слушатели, что вопрос был всё-таки про крысариков насчёт очёсов. Ну, я же уже ответил. Если не соответствует стандарту, пишите. Колью в комиссию. Так, Ревас Ревасович, вопрос от Лены Балакиревой. Она писала вопрос в чате. Лена, если вы нас слышите, на вопросы в чате мы не отвечаем. Мы отвечаем только на вопросы во вкладке «Вопросы». Но поскольку он уже не пришёл в личку, хорошо, я его задам. Значит, упорно идут разговоры, что РКФ готовит положение, по которому всех заводчиков обяжут регистрировать ИП, КАС, налоги, что даже старые питомники будут лишены права самостоятельной актировки, обязательный договор купли-продажи, с регистрацией в РКФ и возврата ЧНК, как товара в течение 14 дней. Мотивация на выведение правильная. Собаками надо заниматься не для заработка, а на благо породы. Однако многие питомники и так на грани выживаемости. Им добавят налоги пенсионные, выплаты, и всё утонут. Я не знаю, откуда они берут эти... Лена, вы хотите слушать, с кем вы общаетесь? Вот этих людей посылайте подальше. Господи, ну нет, просто, знаете, вот это вот на самом деле механизм, механизм любимый ОБС. Сначала кто-то кому-то что-то рассказал, потом все испугались, потом уже начали пересказывать друг другу, как данность. У меня таксы пришли. Вы спались. Расскажите о поголовье континентальных, то есть паниелей в России. Какие нюансы следует обращать внимание заводчикам? Заводчикам следить за размером в основном. В общем, качество хороших собак. Так. Что думаете о поголовье Коли Дэше? Коли Дэше есть хорошие собаки, но очень часто встречаются собаки с плохим темпераментом. Так. Что не должно быть у пастушей собаки. Они не хотят в ринге двигаться, они такие умирающие лебеди в ринге. Если у собаки каникорсы, перекус больше одного сантиметра, но профиль морды правильный, собака гармонично сложена, не проявляет трусости, может ли данная собака получить оценку отлично? У меня да. Реваз Ревазович, насколько с серьёзным недостатком Вы считаете хвост кольцом у стандартных терьеров? Каких стандартных терьеров? Так. Реваз Ревазович, Ваше мнение, есть ли какие-то замечания или предпочтения ещё в блатхаундах? Ваш вопрос, вот это место не был полностью написан, поэтому он и не был полностью зачитан. Так. Блатхаунд? Да. А у нас что, есть поголовье? У нас есть несколько, ну, 3-5 собак, это не называется поголовье. Вебинар можно будет посмотреть в записи, но что касается вот этой части с Реваз Ревазовичем, то да, и даже лучше смотреть, прежде чем приходить в следующий раз и задавать самые вопросы. А вот что касается с Антоном, мы должны спросить у него, если он даст добро, то покажем, нет, значит нет. у, как, о, у вас видно, у Каникорса какие бы тесты вы хотели видеть? У Каникорса обязательно дисплазию, как бы обязательно, и, я думаю, этого достаточно из тестов таких. я не знаю, какие породи, заболевания, если есть, это скорее породников видно. Спросим вот рецепт. Так, опять, какие тесты бы вы рекомендовали в качестве обязательных для курса собака, признан собакой с рабочими испытаниями, на ваш взгляд, достаточно ли теста на поведение Т для подтверждения соответствия этому пункту стандарта? Спасибо, получают огромное удовольствие. Т достаточно вообще для любой породы. Если собака прошла Т, то дальше уже зависит только от возможностей владельца, иметь ли время, чтобы заниматься с ней какой-то дрессировкой определенной. Если собака Т нормально сдала, значит, у нее нормальная голова. Я не знаю, Ревас Ревадж, может, мне сейчас подскажет кто-то там, Ян, может, ты тут мне подскажешь. Насколько я понимаю, тот тест, который они сдают на родине породы, вот это как он называется, колдуй, он не очень сильно отличается от нашего Т, если вообще отличается. Так что она рабочая, то рабочая, но дают они то же самое. Не дочитали вопрос? Задайте еще раз. А как поголовье Мастина в России, на ваш взгляд? Мне кажется, и дочитали, и ответили уже. Ну ладно, еще раз. Да, его нет практически. Когда-то было большое поголовье, прекрасно, лучшее в мире. Лучшие собаки Италии, все жили в России, все известные производители, а дальше просто вымерли. Сейчас это, можно сказать, какие-то остатки, это слезы какие-то, но 5-10 собак, какое поголовье на всю страну, когда увидишь. Ты мне подсказывает, Иоанна, на мой вопрос, значит, по поводу Т1 и колдуи. Значит, смотрите, там есть проверка с фигурантов, колдуев, Т1 нет. Ну, значит, надо просто, на самом деле, нам просто нужно как-то с ними переговорить будет. Может быть, у нас просто тест вести. Я, нет. Ну, это, это он работает. Нет, все равно, колдуй, не колдуй. Если у собаки нормальная голова, если она нормально реагирует на группу людей, на судью, на осмотр зубов, это уже нормальная собака. Если она не боится, ей ни фигурант не нужен, и так все видно. По большому счету, даже в ринге видно поведение собаки. Не можно сказать. Это, 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 как бы, две разных темы, да? То, что, конечно. Дрессировка и это две вещи разные. Что, что мне не нравится в немецком кюринге, когда они проводят, они не естественный тест проверяют, а уже готовую собаку, которая подготовлена к этому. А ты, наша, интересна тем, что это просто вот проходит собака, без подготовки может пройти, любая. Ну да, я вот так и поняла, что Ян, хватит мне это писать. Я уже поняла, значит, что вот это вот колдует, минимальная проверка рабочих качеств, а ТЭЭЭ это все-таки проверка психики. Но опять, я все равно, я все равно повторю. Вот мы в свое время и разговаривали с Барбарой Занери, которая готова провести для желающих здесь семинары и начать подготовить наших судей, чтобы, если в вашей породе, ну, нужно, хочется, интересно, вводить у себя здесь эти тесты, которые Оригината рекомендует. Ну, пожалуйста, займитесь, но не мы же это для вас будем делать. То есть мы, пожалуйста, вам кого угодно пригласим, любые семинары, вебинары организуем, но с вашей стороны должно быть что. Так, стандарт чернека Делет. На сайте FCI изменился, на сайте РКФ висит старая версия. Например, пропорция морды стала 1-1 и не короче морда. Было морда... На сайте РКФ висит старый стандарт, новое, как будут изменения, они в порядке очереди поступают в стандартную комиссию, переводчики переводят и после этого будут вывешены на новом сайте. На старом сайте висит старая версия. Значит, соответственно, нам новый стандарт чернека Делет, он мог появиться, допустим, у итальянцев на сайте, но это не значит, что мы его получили из FCI. Мы стандарты меняем тогда, когда мы их получаем официально. какова процедура оформления вязки двумя кобелями, достаточным генпаспортом на собак? По-моему, четко написано в положении племеном. Должны быть генпаспорт матери и двух или трех или четырех претендентов, кого вы вяжете, вытяните, вяжете и все. Продублирую вопрос. Какие положительные тенденции вы видите сегодня в лаборатор-ретриверах? Какие недостатки? У лабораторов резко улучшился тип. Скажем так, в прошлое отошли чрезмерно длинные собаки. Еще встречаются тяжелые несколько собаки, но скажем так, они стремятся и ближе подходят к последнему стандарту, к последнему изменениям в стандарте. Как вы относитесь к укропнению собак породы Вельшкорги Пемброк? На выкопе все больше собак с весом, больше, чем предусматривает стандарт. Это не есть хорошо. У кого-то оруд попугайчики. У Лива Среваевича у меня только такс, попугайчиков нет. У меня, но он далеко, его не должно быть слышно. Ну, иногда слышно. Породы Ливреста, как вы относитесь к превышению стандарта по росту? Смотря на сколько, превышением есть разные. Сейчас все стандарты современные... До 2 см прилично, больше 2 нет. те новые стандарты, которые выходят или обновляются, они все пишут и толеранс 2 см плюс-минус к указанному пределу. Значит, если это больше, чем на 2 см превышение, то обычно судья относится плохо, а если меньше, то обычно нормально. Породы Джек-Рассел-Терьер. В последнее время активизировались сторонники разделения рингов по типу шерсти. В большинстве своем это владельцы и заводчики ДРТ с гладким типом шерсти. Ваше мнение? На самом деле в этом есть резон, потому что уж очень по-разному они смотрятся. И в одном ринге они, конечно, трудно гладкому. Гладкий должен быть настолько безупречен, чтобы обойти жесткого. А это то же самое с факсами или нет? Да, а факсы разные, они и так разные. Нет, я понимаю, но... Да, разница такая же, да. Ваше мнение о поголовье Корги Пемброк. Спасибо. Уже, по-моему, отвечали, но... У нас... Да. У нас одно из лучших поголовье. Так, кабель на момент вязки был с белорусскими документами, родословным диплом и оформлен на гражданина Беларуси, но уже проживал в РФ. После вязки через один месяц был переоформлен на гражданина РФ. Акт вязки в этом случае оформляется как международный, поскольку на момент... Да, как международный. На момент вязки был белорусский владелец. А диплом... Если у вас стоят... Если у вас в родословной штамп стоит номер РКФ и указана дата там, должна быть дата присвоения. Если она будет позже, чем вязка, естественно, с вас будут требовать акт вязки международный. Акт вязки. Так, коллеги, мы, насколько видим, мы ответили на все вопросы. Мы сейчас еще заглянем в чат, что может там что-то такое о жизни. Организуйте племенарку по роде Сибирской хаски. Очень хочется. Про таксы я вам уже все ответила. Таксы будут, но потом. По шицу, да, может быть, будет, не исключено. Какое мнение у вас о породе ягдтерьера, Ира Александрова? Ответьте, Александровой, Александровой. Какое мнение у вас о породе ягдтерьера? Мне нравится порода, а если бы с ними еще работали бы хозяева, вообще бы цены не было бы. Работали в каком смысле? С мозгами, чтобы они... Так, на вкладке вопроса мы уже закрыли ее. Так, как вы относитесь к крайностям темперамента терьера, в пшеничный терьер, если взрослая собака двигается в ринге на полусогнозах с пожатым хвостом или наоборот проявляет яркую агрессию? Ну, скорее агрессию прощу, нежели, ну, к собаке, нежели трусость. Если он поджимает хвост, то... Ну, если он умеет бросаться на другого кобеля, вы ему это легче простите, чем если он поджимает хвост. Да, поджимает хвост, все, до свидания. Какой тип выпито вам больше нравится? Американский, европейский или английский? В породе рост с осени прошлого года желательный. Кому вы отдадите предпочтение, если собаки в ринге обероназначены по экстерьеру? А рост одной собаки в стандарте, а другой собаки намного выше от 54 или больше. Вы знаете, мне нравятся гармоничные собаки, когда они не куцы, когда они могут полноценно двигаться. А размер стандартный, как раньше было, скажем, я видел прекрасную собаку, соку, бельгийскую. Она выиграла Best in Show на знаменитой выставке в Германии. Я судил ирландских волкодавров на Best in Show. Я увидел эту собаку, выпить, сука. Это знаменитая выставка 10 группы Эпци, Дуэнны Шаоу Шоу. Ой, Ревос Ревос, тут такой прекрасный вопрос. А что за организация ОБС, о которой упомянула Екатерина? Но они тут ответили с нами друг другу. Так, значит, тут еще что-то такое. Закрыли, закрыли. Чтобы открыли, надо работать. Так, мнение о Кириблю Терьера в России про шоу собак более классического типа. Не понял, Кириблю Терьер и что? В России шоу собаки и собаки более классического типа. А что такое классический тип и шоу? Можете объяснить? Я понятия не имею. Это вот так вот. Я не знаю разницу. Это классика, по вашему мнению, когда нет углов, а шоу это когда с углами. Так получается? Ну, скажите вообще мнение о поголовье тогда. У нас одно из лучших всегда было и будет Кириблю. Обязательно ли регистрировать привозного кобеля в РКФ? И для чего? Какие-то бонусы? Нет. На зарегистрированных в РКФ? На зарегистрированных в РКФ бонус будет иметь то, что он на выставке будет писаться как русская собака, а не как иностранец. Других обязательств нет. Про Бернов не ответили. Ваше мнение? Где про Бернов? Ну, я пропустила. А? Не я пропустила, у меня вылетели там часть вопросов. Есть небольшое количество выдающихся собак, верно? А в массе, конечно, плохо сложённые собаки с анатомическими дефектами, с плохими задними конечностями, высокозадые и локти очень часто подсталенные. И очень часто проблема с пастью. Чрезмерно короткая, как-то она совершенно и с ровким намёком на послепясть идёт на казинец уполщение такие вот. Немецкие пинчеры вопрос пропущен. А где мы пропустили? Был, по-моему, по пинчерам вопрос. Так. Наталья Кондакова Мастина. Благодарю за ответ на вопросы по моей любимой пародии. К тому же ваше мнение совпадает с моим видением. Думаю, заводчик обязан себя экзаменировать. Там Ивану что-то пишет, что он задал вопрос, нет ответа. В чате никакой? Ивану в чате мы не ищем вопрос, но задайте его ещё раз в конце чата. Значит, короче, ещё раз нам про этих крысариков пишут. В переводе стандарта пражского крысарика на английский была допущена ошибка движения стилища рысью. Мы вам зачитали и то, и другое неверно и не соответствует предыдущему стандарту РКФ. У нас нет стандарта РКФ, у нас есть стандарты в ЦИИ. Для пражского крысарика основным языком из четырёх языков ФЦИ считается язык английский. Мы перевели так, как написано в английском стандарте. Если это не соответствует чешскому оригиналу, то чехи должны обратиться либо в стандартную комиссию ФЦИИ, либо в офисе ФЦИИ, и когда в английскую версию будет внесено исправление, и когда вернее тогда будет внесено исправление и в наш перевод. Мы не будем переводить стандарты чешского. Мы переводим с официального языка ФЦИИ. Так. Блин, почему нельзя полностью прочесть весь вопрос? По нескольким причинам. Потому что иногда Ревастрия начинает ответить раньше, чем вопрос дочитан. А вторая причина, Юлия, конкретно с вашим вопросом, вы можете его открыть и прочитать, он не был дописан. Я его прочитала ровно до того момента, до которого вы дописали. Александр Сергеевич, у нас некоторые вопросы слетели. Напишите вот сейчас еще раз, я его сочетаю. Была бы рада, если будет семинар по породе выпит. А вы знаете, семинар по породе выпит. Мы проводили неоднократно с Бобби Астоном. Если вас там не было, ну, что мы можем делать? Так. По Кадыбо, как вы считаете, черно-подпалы и черно-тегровые? Тегровые, это у нас считается нестандартно, во время за рубежом эти собаки идут как стандартного окраса. Нет, они не могут быть стандартного окраса, мы задавали вопрос, испанцы ответили очень четко, что это нестандартный окрас. Мы посылали собак, испанский кино-клуб, фотографии собак, черно-подпалы, и то все, они ответили, что это нестандартный, что они хотят это включить, но это будет только после того, как разрешить миссельхоз, включить стандарт породы. Этот окрас, после этого они подадут в цель, возможно. Как вам наши грифоны? Наши грифоны сделали огромный скачок, они лучшие в мире, и они доказывают на всех крупнейших выставках это. В дополнение к вопросу об окрасе выпитов, в стандарте есть белый окрас, но генотипически эта собака не белая, значит, противоречит стандарту породы, значит, РКФ противоречит стандарту породы, а указывает белый окрас в родословной будет противоречить сам себе? Что крайняя бегость, что уйпет, что французский бульдог, будет писаться белая, но эта собака не белая, и таких собак лучше не пускать в разведение вообще, потому что они опасны, несут глухоту. В породе тайский речбет, на московской саду в последние годы выбираются кобели в сучьем типе и нежного типа конституции, 90% заводчиков не понимает разницы между типами конституции и кондиции, следует за мнением судей и делают таких собак главным производителем питомника, как возможно решить эту проблему, я вам сейчас скажу. Это дело заводчика, вы не сможете решать эту проблему. Можно посоветовать этим заводчикам не заниматься той породой, которой они не понимают, больше тут ничего нельзя сделать. Вопрос про стандарт на сайте РКФ. Стандарт континентальных тоиспаниелей содержит приписки, которых нет в официальном стандарте, например, про углы и также совершенно безграмотные рисунки собак с отсутствующими породными признаками, что можно с этим сделать. Это, видимо, на старом сайте, на новом ничего такого не выкладывается. На новом сайте есть полная версия, просто там группировки, четыре группировки разделились и каждая хочет по очереди нам мозги лечить. НКП, часть каких-то заводчиков, часть каких-то заводчиков, перевод вещихи, они хотели, чтобы был с французского, но у нас тоже член комиссии, филолог с французским языком образования, Татьяна Сандреер, и она смотрела, и там много ошибок было. Поэтому мы не приняли ничью сторону, мы четко следовали правильно, и там, где у нас были сомнения, звонили господину Трике. Выражения были типа нервные пальцы, что бы это значило? Дословно, если переводить. Все это было сделано, работа была проделана. Так, а какого кобеля вы бы предпочли чисто по тестам, но с легким костяком или носителем, но с отличным костяком, при условии, что сука носитель? Я бы не повязал бы ни с тем, ни с тем. Пропустил бы и нашел бы третьего кобеля. Носитель с носителем вы обязательно получите. Немецкий пинчер, не сверхпинчер. Наталья, но вы бы повторили вопрос, если мы его пропустили, скопируйте его еще раз, мы его посмотрим. Добрый вечер, писала два раза вопрос, НКП французский бульдог, вводит бонетировку производителей. Как вы лично относитесь к бонетировке? Объективно ли бонетировка без ген-тестов потомства из самого производителя, только на основании титула? Ну, пока так. А на любом случае объективно. Вопрос по регистрации окрасов. Собака с крайней степенью пятнистости, какой окрас будет указан в рогословной? Я так понимаю, выпитый опять. Когда говоримся с генетиками окончательно, что нам скажут, так и будем делать. Все будет на основе науки. Ваше мнение о вельшкорге пиброб. В каком смысле? я уже опять отвечаю. Расскажите, пожалуйста, как его относят к дефекту в зубах бультерьер, прямой прикус или перекус с возрастом? Знаю, что многие европейские эксперты спокойно относятся к возрастным изменениям. Все зависит от головы собаки. Если голова длинная, не укороченная и не скрученная вообще, то опять-таки это недостаток. Это не дисквалифицирующий порог, поэтому все зависит от чего это произошло. И для меня очень важно не столько резцы, а как клыки стоят. Что Вы можете сказать про современное разведение немецких пинчеров? Какие достоинства и недостатки есть в породе? В породе основной недостаток пока что круп, головы улучшились, но пока еще нет фронт не очень качественный. Очень много таких прямоплечьях собаки испавшей грудью передней части. И к сожалению они в движении очень незаметно явно высокозады очень много собак. Можно пожалуйста услышать еще раз Ваше мнение с хитер как? Нет, нельзя. Если Вы пропускаете, то Вы потом слушаете в записи. Как Вы относитесь к использованию фиксирующих текстурирующих средств на шоу? Если оно не мешает лучше без них. Но если оно не мешает определению структуры шерсти, то если я не буду там выкрашен или в пудре весь, то все нормально. Хочется услышать Ваше мнение об уголовье интелебухеров и на что обратить внимание заводчикам. Интелебухеры много хороших, но характер. Характер, характер, характер. В стандарте шитцу нет ни одного слова про выраженную холку, зато есть про начесанные топы, банты. Почему ищут наши эксперты выраженную холку и в упор не видят топы отсутствия высоких хвостов? Какой топ? Прическа? Ну да. У вашей собаки что, нет холки? Это стандартно англичанами написано, поэтому он не совсем. смотрите тенденцию во всем мире собаки, которые выигрывают и в Европе, но не только, не в Скандинавии. Кобель, четыре с половиной года, по всем титулам в России закрыт, хотелось бы еще посещать выставки, но нижние два центральных резка ушли в Десну, на выставки не ходим, так как боимся получить дисквал за отсутствие ушедших резцов, или все-таки можно ходить на выставки, не боясь хлопотать дисквал. Какая порода? Какая порода, и как это они ушли в Десну, я вообще не понимаю. Как раз по поводу имеющих тестов от зооген, например, ПДМ, МДР, будут ли данные сертификатов вноситься в родословные? Если это будет утверждено национальным клубом породы, что этот тест нужен породе, то мы будем вносить. Так, во многих европейских странах есть объединенные клубы Пинчершнауцер, у нас не планируется такое объединение? У нас тоже есть СПК, ПСК Пинчершнауцер Союз России, президент Иерусалимский. Прошу прощения, у меня интернет пропадал, а не было вопроса, или мы его не нашли. современным поголовьем став у нас в России. Какие основные недостатки поголовья на сегодняшний день? Ну, поголовье, которое я смотрел на мире, так вот, крупным планом я посмотрел, на мире было очень качественно, много красивых собак. У нас, да, вы имеете виду, в 16-м году? Да, у нас на мире в 16-м году, то есть вот море стояло, там, палево, палево белые собаки, суки, я смотрел ринг, много качественных. Кобелей меньшие, очень мало хороших, которых бы, в основном, очень красивые, головы много, чуть-чуть, желательно, размер больше, более мел, ну, понизить несколько. Часто бывают суки несколько в кобеленных ладах, вот, а у кобелей не хватает, как правило, у основной массы кобелей не хватает длины крупа. Замечаете ли вы проблемы в поведении у породы тайских рижбеков? Вот мы даже замечаем на выточной комиссии жалобы на тайском рижбеках, которые ест какую-то собачку. Что-что? Замечаете ли вы проблемы в поведении у породы тайских рижбеков? Да. Еще как? Можно ли услышать ваше мнение о поголовье ирландских волкодавов в России? У нас хорошее поголовье на общеевропейском уровне такое достойно конкурентоспособное. Вот та собака у которой два центральных резца нижних ушло в десну это бордос. Ну если там есть место и они не сошлись для меня это не проблема потому что собака с перекусом вообще она не мешает определению прикуса. Но не рекомендую под немецких судей попадать австрийских где зубы любят читать. Владельцам чау-чау муф хотелось бы разделение в ринге чау по длине шерсти. Скажите пожалуйста ваше мнение возможно ли такое разделение? Что-что? Чау по шерсти? Да по шерсти хотят разделяться. Если это сделает НКП предложит? Нет если НКП предложит то мы это можем сделать только на выставках на породных и можем дальше рассматривать но на цацибах будет так только в соответствии с инвекцией вся Так какие дисциплины сдавать ретриверам для допусков разведения? Какие дисциплины сдавать? Сдавать ретриверам для допусков разведения это ваш НКП решит Ваш НКП решит там апортировка вполне достаточно они там прошли Т и апортировка или какие у них там есть еще поднос дичи битые но я не знаю У нас на самом деле базово написано для охотничьих пород что они должны давать породно специфические тесты свои охотничьи а вот какие именно должны дать списки НКП Есть испытания у нас два или три варианта испытания для ретриверов вот и их пожалуйста они специфичны для всей группы ретриверов Ваше мнение о тенденциях в поголовьях мальтеза Мне не очень нравятся собаки с укороченными мордами что делает их декоративно такими привлекательными для многих укрупненные глаза но теряются стилями на итальянскую мальтеза и качество шерсти и очень часто мои наблюдения последнее время компоновка собаки то есть ее анатомия вот закрываешь глаза открываешь и ты видишь перед собой не мальтеза а йорка белого цвета А вот Ревас Ревас я вот тут уже 5 часов и 15 минут представляете Я тоже В отличие от многих олраундеров и многопородников вы часто замечены в рингах различных пород и рангов выставок Ваши действия как председателя стандартной комиссии если собака малопородная и с серьезными дефектами получает высшую оценку не говоря уже о титулах ответ обращаться в квали в комиссию не принимается это Иванов Александр Сергеевич Ну у председателя стандартной комиссии нет никаких полномочий на этот счет уважаемый Александр Сергеевич Только квали в комиссии может возыметь действие либо НКП НКП что может сделать НКП может больше никогда в жизни этого судью не согласовывать НКП тоже может представление сделать в квали в комиссию а если не помогает в квали в комиссию тогда напрямую уже в президиум РКФ А какие проблемы у российских афинпинчеров это все равно то же самое что и в президиуме все равно президент будет не президент у нас у афинпинчеров у афинпинчеров проблемы ну в принципе у нас они вполне приличные не хватает несколько густоты шерсти так так опять по вопросу выпитов у меня собака белого окраса с черным пигментом носа имеет одно маленькое тигровое пятно окантовка ушей у нее тигровое и внутри ушной раковины также тигр она тигровая белая собака ее процент тигр пятен не составляет 3% ее окрас белый пигмент весь черный нос и веки тигрово-белая собака если у нее есть окантовка ушей тигровая хоть маленькое пятно так сейчас очень много фитнес-залов тренингов и т.п. таким образом даже даже анатомически не очень хорошо сложенные собаки могут выиграть на выставку благодаря уловкам хендеров как эксперт как вы к этому относитесь никакой никакой фитнес никакой хендер не поможет анатомический недостаток если ты судья и ты знаешь анатомию тебя не обманут никакой кладовство не сделает ножку нет нет о боже мой а как вы относитесь к постепенной мастифоидности кавказских овчарок все чаще вижу в рингах непонятно что кавказцы или мастифа я по-моему сегодня уже говорил когда спросили что главное продавец сырость сырость и размет передних вот вам мой ответ по-моему как раз подходит под ваш вопрос опять как вам поголов прямошерстных ретриверов россии на сегодняшний день оно небольшое очень поэтому трудно сказать разноплановое разнотипное но есть хорошие собаки собак 5-6 я видел качественных очень елена тема вот вы тут пишите спасибо за общение в таком формате а у вас сколько сейчас времени если вы все еще с нами так какой собаке отдадите приоритет компактный либо с более длинной спиной но с более сильными движениями кто это пишет Шмелева да ну во-первых длинная спина и компактность это абсолютно совместимые вещи компактность нарушает длинная поясница это раз ну да вопросы за счет спина у нас длинные за счет чего за счет длинного грудака да конечно или длинной поясницы это разные разные вещи соответственно если у нее длинная грудь то у нее движение и так будет сильное и с длинной спиной ну хорошо мы считаем что наверное у нее длинная поясница а как у нее при этом могут быть более сильные движения не будут у нее более сильные она более плавно может двигаться, более размашистый еще, скажем, за счет поясницы, но будет сбиваться. Как вы считаете, когда РЦБ получит признание ФСАИ, что бы вы посоветовали, что нужно сделать, чтобы ускорить этот процесс? РЦБ это кто? Цветная валанка. Нужно сделать то, что сделали якутские лайки. Заводчики породы должны постараться их на выставку привезти хотя бы в том количестве, чтобы показать судеб. А то придет две собачки на выставку и все. Сейчас, Ревас Ревасович, я вам сейчас расскажу одну вещь. Вот Екатерина Кравченко и все, кто занимается РЦБ. В воскресенье, в эфире будет президент стандартной комиссии ФСАИ. Он вам расскажет. Может быть, вам будет это понятнее. Подробно о процедуре не только... Она висит на русском языке на сайте РКФ. Значит, словами еще раз расскажет. О процедуре признания породы. Это может Ревас Ревасович вам сказать. И, собственно, для начала прочитайте эту процедуру. Вы должны понимать, что для того, чтобы породу привести к признанию, нужно пройти несколько совершенно определенных этапов. Нужно породу, во-первых, гентесты сделать в том количестве, в котором это требуется, не менее чего-то. Нужно подготовить изрядное количество разных документов. И это мы не сделаем. Это должен сделать НКП, потому что поголовье у вас. Потом нужно будет прийти, когда это все сделано, нужно будет еще прийти на выставку в количестве не менее 60 собак одновременно, чтобы представители двух комиссий научные и стандартные могли этих собак описать. Поэтому без движения с вашей стороны не будет ровным счетом ничего. Тут есть работа, которую мы просто не в состоянии уныривать в своей комиссии, состоящей из четырех человек. Он не в состоянии это сделать за вас. У вас есть НКП. У русских охотчих спаниелей, для примера, никакого НКП нет. Но они собрались, они пришли на сабонейку, они сдали все тесты, которые нужны. Вот Антон их в порядке спонсорской поддержки, за что огромное ему спасибо, обработал все. Мы получили результаты этих тестов. Они сделали все необходимые, как Илья Васильевич им сказал, они сделали все необходимые документы, все описания, все, заполнили все анкеты. Дальше с этими документами уже можно работать. Вот так вот. Нет, это будут разговоры, хордини по кругу, а сложно никогда. Так, как будет решен вопрос о запрете вязок по окрасам у помешпицев? Что-что? У померанских шпицев. Как будет решен вопрос о запрете вязок по окрасам? Так, как наука подскажет, окончательно. Так, хочу перевести Ира Яковлева. Свою титулованную собаку из одной разновидности в другую и снова ее титуловать. Или мне РКФ оформит по новому кругу титулованную собаку? Нет. Нет? Нет. Один номер родословный, одна собака и один титул. Он не повторяется чемпион России. А зачем ты ее хочешь с этим делать вообще? Если у нее уже есть титул, тебе денег некуда девать. Так, как вы относитесь к сегодняшнему поголовью русских охотничьих спаниелей? Есть что исправлять? Есть что исправлять. Есть, конечно. В основном то, что я видел большую выставку на Сабаниевской. Очень много собак, скажем так, по формату не соответствуют требованиям стандарта. Много укороченных собак. Какая основная проблема в породе Грифон в нашей стране? Ширина челюсти. Как вы относитесь к Фоленам, рожденным от двух папильонов? Я же не могу знать, что он родился от двух папильонов или как. Поэтому Фолен, если вышел в Ринько, он для меня Фолен. Просим провести вебинар по обеим породам Рассел-терьеров. Нет, мы не так рассуждаем. Когда у нас есть хороший спикер, он предлагает хорошую тему, мы ставим эту программу. Просто бегать с флагом, что мы хотим. Вот Расселов, ну если дойдет до этого дела. Может быть и проведет. Так, перед вами в ринге стоит приличная сука французского бульдога. Приличная сука. Но у нее депрегментированный глаз, полностью белый. Ваша оценка? Если это очень хорошая собака, чтобы ее не выкидывать из разведения, это очень хорошо самое высокое. Так. Значит, и продолжаем. Чтобы она могла остаться в разведении. Очень хочется отдельный семинар по экспертизе французских бульдогов для экспертов. Можем анонсировать, что у нас в следующую среду вы не будете мучить Ревас Ревасович вашими вопросами обо всем и ни о чем, а будет у нас именно семинар по французским бульдогам. А Ира хочет родить рейтинга кроликов. Она просто кролик с мини-родословной. Уже по мини-кому. Она получила все титулы. Не надо было обманывать судьи. Не, ну... Вы сказали, что... Так, подождите. Почему у меня все перескакивает? Вы сказали, что один из недостатков тибетов – это их характер. Поясните, пожалуйста, это агрессия или трусость? Агрессия и трусость. У них трусливая агрессия. Посоветуйте, как поступать? Я судил монопородку в Питере, меня чуть не разорвал. Он за день до этого разорвал судью из Азербайджана. Я просто не знал это. А я на монопородку. А как это? Я... Да. Пиджак оторвал рукав ему полностью. Ужас какой. И этот же Кобель, владелец настолько вольготно себя чувствует, пришел на выставку и на второй день молодая девочка Хендлер держит собаку Кобеля. Я всегда спрашиваю, я говорю, зубы сами покажете или мне смотреть можно все? Я говорю, нормально? А они говорят, да, нормально. На тоненькой поводочке, на тоненькой ниточке ставил этот Кобель. Ну и хорошо, просто я успел отпрыгнуть от него, потому что он прям в лицо убрал меня. Зречи, конечно, неприятные, когда валяешься на полу. Вообще ничего себе. Так, посоветуйте, как поступать с... Ой, да ну, это сейчас я вообще отвечу. Это ерунда, ерундальный вопрос. Просто неправильный. С владельцами собак, которые закрыли... Ой, нет, я вообще не знаю. Своим собакам интер и теперь требуют, чтобы их использовать в разведении. Собака средний, но деньги владельца есть. С их точки зрения чемпион равно отличный производитель. Попытки объяснить мягко не помогают. Как вы решаете такие вопросы в своем питомнике? Ой, Левас Левас, что давайте. Не понял. Собака интер закрыл ее что? Вязать? Хочет вязаться. Ну, а заводчик, например, не хочет ее вязать в своем питомнике. Ну и вяжет. Возле клуба. Ну, во-первых, заводчик решает все. Ну, нет, как объяснить? Попытки объяснить мягко? А зачем объяснять? Нет и все. Просто, Наталья, я вам... Можно отвечу? Просто отпустите. Хотят вязаться? Пусть вяжутся в другом месте, не у вас. Вот и все. Почему? А если она отдала собаку на условиях, чтобы он не будет вязаться на стороне? Она не хочет разбазаривать свои крови. Нет, ну это если так... И вы их правы. И вы их правы. Помимо короченных есть еще очень высокие. Это русских охотничек. Ну, наверное. Как вы относитесь к поголовью гладкошерстных факторьеров в России? И какие основные недостатки в сравнении с жесткими фоксами? Раньше был размер, а сейчас вроде бы получше стало размером. А так... Много очень хороших собак. И очень впечатлили меня собаки в Санкт-Петербурге на Белых ночах. Там были... Они делали специализированную выставку. три топора. Гладкий фокс, жесткий фокс и этот... Вельш и Лейкланд Терьер. И вот там были очень красивые. И кобели, сука, выиграли просто вот... Но, как я понимаю, они из Америки были привозены. Так. Титул чемпион РКФ добавляет... Сейчас ответим. Как многократный, то есть будет переписывать два, десятикратный. До тех пор, пока у нас есть вытоки ранга чемпион РКФ, и этот титул присваивается как винар, по набору он может закрываться один раз. А вот у кувинера вы их можете получить, то есть вы их получите. Только раз можете, если вы заплатите за оформление, если вам до чем-то... Ну, столько раз вам и дописывают, и напишут. Ира Яковлева вам отвечает на вашу ряду, потому что не надо было обманывать. Здрасте. Когда щенком делаешь родоколовную, думаешь, что будет миником, а выросло кролика. Ну, кролика выросла, надо было поменять родословную. Они не представляют кролика. Все закрыло, потому что... Ну, понятно, судя как судя. Почему обманывать судей? И вы же знаете, что так может быть. Никакого обмана нет. Как нет? Если заводчик знает, что у нее миник или кролик, а она его выставляет в миниках, как миника. Это не обман? А судя-то вместо этого... Это не обман? Обман. Реваст, Реваст. Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Вот я привела вам в ринг, я не знаю там кого, даже, не знаю, крысарика, и сказала, что это той терьер. И вы мне дали оценку, отличный титул. И что, кто виноват, я или судья? Судья виноват, но она виноват тот, кто обманул. Потому что у судей нет инструментов. Сами прекрасно значит, что клубы не обеспечивают ростомером или рулеткой. Хорошо, это про крысарика. Нет, про рулетка для того, чтобы замерить грудную клетку и сказать, это кролик или этот. А бездоказательно я не могу собаку перевести в другую разновидность. Но у вас рулетка есть, но меня-то не расскажите. У меня есть, а у кого-то нет. Ну, идешь судить так, что у меня рулетка. Почему? Организаторы должны обеспечивать. Должны. Согласны. Так, это как-то наказывается, шивырки на судью задают. Один человек вопрос, а другой отвечает, что такая агрессия дисквал. Наверное, и все на этом. Цикл чемпион-производитель. Кобель закрывается, если его восемь детей, юные чемпионы России и есть чемпионы России. Нет, не закрывается, только взрослые. Именно чемпионы написано, именно чемпионы, взрослые чемпионы. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к поголовью бультерьеров стандартных в России, что для вас важно в экспертизе данной породы? При экспертизе любой породы важно, самое главное, что это было гармоничное животное, с хорошей психикой, полноценно двигалось и имело все черты, которые требуются стандартам. Немецкий боксер порой в рингах устраивает бега, рысь на большую скорость, но весь квадрат нетипичен на такой скорости сохранять рысь. Почему это не пресекается, а наоборот поощряется? Это же говорит у нас, послушайте, вот вы знаете, будет ли когда-то какая-нибудь однозначность вопроса о растянутом формате? И еще вопрос в стандарте уши и хвост натуральный, но в рингах и питомниках до сих пор щенков собак купируют, ссылаясь на разрешение РКФ. Будет ли ясность в этом вопросе? По поводу формата и рысь, и боксера, слушайте, у нас был специальный вебинар по породе, отдельный, где можно было все эти вопросы задать, и больше того, они уже были все проговорены. Что, Ревас Ревасович, вы мучите? Про купировку, Ревас Ревасович, ответите, пожалуйста. Купировка имеет право до тех пор, пока в стране разрешена купировка. Значит, по поводу иметь право заводчик. Мне не владельцев. Я купил, полностью оплатил, и это моя собака. Что хочу, то и ворочу. Есть неуправляемый владельец, который поначалу белый и пушистый, а потом корона жмет, и заводчик им не указ. Как это можно урегулировать? А заводчики не будут указывать. А давайте тогда бесплатно имейте право на эту собаку. Это, собственно, это как раз вот там, где вы сказали, что заводчик не хочет разбазаривать кровь. Вы могли сразу, продавая собаку, в договоре указать, что собака, если опускается в разведение, то только через питомник. Если у вас этого нет в договоре, то владелец праве распоряжаться как своей собакой, как своей собственностью, в полном объеме. Если вы, как заводчик, не хотите эту собаку вязать через свой питомник, вы ее не вяжете через свой питомник. А владелец тогда сам решает, вязать ее, не вязать, и где искать себе пару. Ну, по-моему, это не правильно. А в племенном положении нынешнем вы имеете право сразу пометить собаке в общепометке, в щенячке, что эта собака... Без права разведения. Без права разведения, и все, и никогда. Как вы думаете, голубой бульдог – это метнисы в каком-то поколении или мутация генов? По мне, это метис. Пипкова. Тогда всех начнут переводить на выставку, это протакс. Однажды в России было такое, что кролик пошел в стандарт. Нет, Ира, совершенно не это. Судья на выставке может написать, что собаке рекомендуется перевести в другой окрас и дать ей оценку максимума очень хорошо, и дальше она потом переведется, переоформит родословную. На выставку в другой ринг она не пойдет. У нас на данный момент это не разрешено. Так, Ира Яковлева. Какой обман вы что? Вот Кать, пример, мега. Она была до двух лет кроликом и стала бок на Мире Вуд. А теперь она Минник. Я ей поменяла Радуху на Минник. Теперь можно выставляться по Миннику. А тот кролик и не был кроликом по промерам, если так, ты переводил их согласно стандарту. Но это правда. Так, как вы относитесь к подстриженным вибрисам в пароде Випит? Нормально. На какие проблемы в пароде СИБА стоит обратить особое внимание? В прошлый раз задавали этот вопрос. Размер. Был и семинар просто по новому стандарту. И много белого, чтобы не было. Именно вред белых пятен. Был ли семинар по новому стандарту французских бульдогов? Если был, где посмотреть, что такое новый стандарт французских бульдогов? Не знаю, стандарты давно поменяли, в 2015 году, по-моему. Кто спрашивает про французских бульдогов? Французские бульдоги на следующей неделе с ревас ревасчиком. Не по новому стандарту, а вообще по методике судейства, по пароль. Да, Ир Питкова. Это было на знаменских, кудил и штаннаке. Перевели к ролика стандарт. Был дело. Вебинар был с иностранцами. Меня интересует мнение нашего эксперта. Извините, что спросила у эксперта, который у боксеров студия «Мона». Ну, про размашистую рысь у боксеров опять. А вы считаете, что, допустим, Ревас Ревазович и Нижао по-другому? По-разному смотрят на собаку квадратного формата, который бежит размашистой рысью? Одинаково. Какого формата браку итальяна? Вы знаете, кто задает вопрос? Квадратная почти собака. Квадратная. А рысь-то каким размахом? Видели? Так, можно ли стандартному щенку написать без права разведения? Можно. Любому щенку написать без права разведения. То есть стандартному вы имеете в виду, что это собака, а не… Без порогов. Без порогов. Но вы считаете, что она не того качества, чтобы разводиться под именем вашего питомника. Так вы и пишете. И Миттерь, короткий рысид, поясняет Ире Яковлеву на вопрос по… Что значит это не будет оспариваться? Не будет оспариваться кем? Это ваше решение. Только вопрос «собака без права разведения» может пойти на выставку. Собака без права разведения может получить любые титулы. Владелец при приобретении собаки должен быть проинформирован о том, что собака без права разведения. Да, значит, если вы его не информируете, а делаете задним числом, то, конечно, он все это оспорит. Породичи Цирк Пинчер основные проблемы. Характер. В вашей семье сколько живет бульдогов? У Кати много, мы видели. В данный момент один. Почему президиум НКП Шпиц, 11 человек, а по факту меньше, провел в РКФ несколько глобальных ограничений, не собирая общей конференции НКП по их одобрению? А это не требуется. Так, давайте, у нас тут уже время к 8 приближается. Давайте мы, вот, спасибо за ваше время и полезную информацию. Вот мы вот так вот именно и скажем. И давайте мы все-таки прямо со связью получила большое-большое Ревас Ревасовича, уместное наполнение. За очередной продуктивный день меня затягивает. Ребят, нас тоже затягивает. Вот, мы, видите, не можем остановиться, но все-таки когда-то это сделать надо, тем более, что Ночер, да. Вот сейчас уже даже у нас будет 28, а завтра у нас Петро Мунтиан с очередной этой, как ее, румынской породой, и завтра у нас опять Жао Покас, и на сей раз Сан-Бернарами. Так что давайте, набирайте сил, возвращайтесь и, значит, и возвращайтесь к нам в среду уже слушать Ревас Ревасовича по-французски в бульдовах. Да, все. Ревас Ревасович, спасибо вам огромное за терпение. Это фантастика «Время без 28», как тел хватает. Не знаю, как у нас хватает. Ревас Ревасович улыбается, значит, так хорошо. Все, до свидания. Спасибо, Ревас Ревасович. Ревастор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»